дорогие друзья поделитесь видео нажмите на колокольчик поставьте лайк а мы с евгением вас приветствуем настоящих борцов за свободу против проклятого бога капитализма бога этих злого бога денег сегодня мы будем разбирать продолжим разбирать нашего герберта марку за который на мой взгляд очень гностичен а потом перейдем если успеем к эриху фрому который вообще абсолютно гностичен но между ними у нас еще будет обещанная мною розочка люксембурга чко которая породила абсолютно альтернативная очень мощная на мой взгляд наконец-то научное описание капитализма альтернативная марксизму от которого у олдовых вот этих вот настоящих таких приверженцев марксистов горит все на свете они кричат а у вас нет методологии а вы неправильно все а какие у вас основания какие основания и они примут разносят этот вот это вот эти все положения того как которого еще не называем течение которое меня лично очень интересует ну ладно я думаю евгений что у тебя есть вопросы о прошедшим следам да добрый день спасибо да у меня есть вопросы они я начал переслушивать поза прошлую лекцию но вопросы как появились и потому что периодически что-то забываешь и слушай вот вопрос мы говорили про прогрессивизм до прогрессивизм они мы не говорили про прогрессивизм не на мы что-то говорили про эту религию прогресса прогрессорство да мы говорили про просвещение про позитивизм вот связанные с ними и про людей которые страшно на это дело личное слово не нахожу но в общем фанатеют от этого дела до сих пор то есть некий такой техно позитивизм да еще техно техно оптимизм я сейчас ошибся техно оптимизм прогрессивизм и позитивизм они схожи схожи они имеют очень много сопрягающихся моментов и может быть блин если просмотреть может будет вообще одно и то же но позитивизм все-таки фундируются на все-таки на эксперименте до который вот перепроверяем который объективен который можно описать и который можно интерпретировать прогрессивизм ну если он только но он не только на этом да он он как бы как некая вера такая которая есть и в позитивизме в принципе короче пока что пока что из того что я говорю я прихожу к выводу который вот на котором базируется индейская одна поговорка если кто-то выглядит как собака лает как собака ведется как собака скорее всего это собака и вот позитивизм контексте диалектики если диалектика тезис-антитезис синтез такового положения нету гегеля хотя это приписывается ему по моему это энгельс так выразил ее а это не не гегель я не встречал у гегеля нигде этого может быть у нас кто-то будет из зрителей кто напишет ты идиот это том такой-то страница такая-то напишите пожалуйста если в курсе где это я этого нигде не увидел у гегеля что вот такой как который ему вменяют и берет вот как все просто вот такой маховик идет и все и больше ничего не помню этого гегеля а у энгельса по моему есть где-то но и я сейчас не припомню где одну если с точки зрения диалектики позитивизм он же диалектичен с точки зрения диалектики да ну наверное да с точки зрения диалектики все диалектично но включено гной гностицизм не диалектич а в этом смысле в этом смысле он диалектичен как момент как некий момент, который отрицает спекулятивное. У спекулятивного должен быть момент, отрицающий его. Пожалуйста, это позитивизм. Позитивизм отрицает спекулятивное? Отрицает. Не допускает его? Не допускает. Ну все. Тогда спекулятизм это... Спекулятивное это вот абсолютно диалектическое. То есть ты идешь диалектическим методом и выходишь за пределы уже данного. И идешь дальше. Потому что сам диалектический метод уже работает и подсказывает логику. То есть вся вот наука логики Гегеля это абсолютно спекулятивная. Где язык уже претендует на абсолютную суверенность и доказывает, что он, язык, есть абсолютный суверенный, то есть абсолютный дух. То есть любой не диалектический мыслитель, не спекулятивный скажет, что за бред вообще? Где вы это взяли? А диалектик скажет, ну вот же само развитие мысли такового. Так. Ладно, что там. Я бы, если брать лакановское отделение регистров на реальное, воображаемое и символическое, я бы сказал, что диалектика находится только в регистре символического. И Гегель нам описывает регистр символического. Я бы так сказал. Но там есть хитрый ход. Ведь этот Баромеев узел, где эти три регистра делятся и соприкасаются друг с другом, он ведь в регистре символического написан. Соответственно, у нас доступ к реальному, как абсолютно недоступному, через символическое. У нас доступ к воображаемому, через символическое здесь проходит. То есть, вся эта символическая структура, вот она и претендует на суверенность. Потому что через нее мы описываем все. А у нас нет других методов описания, да, вариантов. Мы через символическое ко всему приходим. Через диалектику. Научно, да, логически, да. И символическое, диалектично, да. То есть, давай так, вспомним Канта, да, его вообще вот эту вот идею феноменологическую. Вспомним идею вещи самой по себе. Физик занимает, да, фиг с ним физиком каким-то, который занимается физикой. Физика занимается физикой. Или художник, когда рисует, он не кувшин рисует, он рисует рисунок. Вот, да? Вот всегда в заперти. Всегда внутри. Никогда нет выхода наружу. Химия занимается химией, философия занимается философией. Но философия-то единственная дисциплина, которая в этом признается. Потому что, если бы другие дисциплины в этом признались, они бы перестали быть собой и стали бы философией себя. Философия-то вынуждена рефлексировать себя, саму себя. Поэтому она признает. Философия занимается философией и пытается ответить на вопрос, что такое философия. Любой другой человек не из философии скажет, ого, и это же, где же на такое учат? Сколько за такое платят, за такую профессию? Ну, то есть, ничего себе, нормально, да, вы устроились. Но по факту любая дисциплина это делает. Просто не любая дисциплина вообще в состоянии в этом признаться. Никакая, кроме философии. Любая дисциплина делает... Занимается собою. Собой занимается. Да, она не занимается внешним предметом. У нее нет доступа к внешнему предмету. Но та же физика, она занимается своим физическим языком, своей физической сферой, за которой нет никакого выхода, но которая может расти, усложняться, совершенствоваться. Вот она ее и описывает. Подожди, а когда логика, логический позитивизм пытались логические основания математики найти? Это же разные дисциплины. Да, это разные дисциплины, но надо понять, что у каждой научной дисциплины всегда есть математическая основа. Это необходимо. Это критерии отделения научной дисциплины? Да. 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 Совершенно верно. И логика, конечно, как таковая происходит из математики все-таки. Это факт. Или математика происходит из логики? Нет, логика из математики. Исторически. Сначала был Пифагор, сначала была геометрия, фалес и так далее. А потом уже Аристотель взял и формализовал то, что как бы было, но в хаотическом каком-то порядке. Более того, мы читаем каких-то древних философов, они базируются на логике, на на математике, на математической логике. И, например, тот же Прокол, ну это просто геометрия. Спиноза, это просто геометрия. Она идет геометрическим методом, потому что метод задает математика изначально. Слушай, ну вот про диалектику еще. Почему диалектика это как бы вот гностицизм не диалектичен и это укор гностицизма? Ну как укор? С точки зрения диалектики укор, а с точки зрения гностицизма укор не работает. Да, они говорят, да просто вы реальность не видите и все нормально. Он не диалектичен, потому что он не замечает, то есть укор диалектики какой здесь, в сторону гностицизма. Я как представитель диалектики мог бы его артикулировать. То есть вы не рефлексируете собственное бытие как бытие момента. Момента чего-то большего. Вы не замечаете собственный момент как что-то большее. Ну хорошо, я могу аналогии привлечь сюда укор блаженного Августина в сторону академиков. Академики это изначально платоники, но они там уже как бы закостенели, там 4 век нашей эры и если правильно с датами всегда было плохо и они просто стали уже скептиками. То есть они просто сомневаются во всем. Августин, у него есть трактат против академиков. Он говорит, ну подождите, если вы сомневаетесь во всем то вы должны сомневаться в собственном сомнении. Потому что пока вы не начали сомневаться в собственном сомнении, вы фактически являетесь догматистами, догматиками. То есть вы абсолютно железобетонно стоите на каких-то основаниях, в которых вы не сомневаетесь. Вы же не сомневаетесь в собственном сомнении. Все, вы никакие не скептики. Вы уже прекратили ими быть и не заметили этого. То есть он показывает им то же самое, что я говорю прогностиков. То есть вы не рефлексируете условия собственного высказывания. Соответственно, вы не двигаетесь дальше. Вы закостенели, остановились и не развиваетесь. Вы лишили себя диалектического хода, диалектического движения, диалектической динамики, если хочешь, и остановились, зацементировались, будучи моментом. Все, вы остались моментом и даже не можете этого видеть. Вот то же самое прогностиков. Слушай, а диалектика – это всегда движение? Это всегда прогресс? Всегда движение. Это прогрессивность? Прогресс ли это? Ну, скажем так, здесь идут споры. Ну, некая спираль, которая развивается либо вверх, либо там куда-то вовне, да, ну что-то такое. Там это развитие в любом случае. Но надо понимать, как Гегель представляет себе развитие. Очень хорошее здесь русское слово, нам прям под спорьем является. Развитие, ну, например, вот у меня нитка, она свита, скомкана, свита, вот свиток слово, да. Мы начинаем его развивать, разматывать. То есть нового содержания не происходит. Вот про это диалектика говорит. Но происходит новая форма или новое образование. То есть образ другой уже стал. Нитка размоталась, то есть вначале уже все содержится, но в скомканном виде. А сходом развития оно разматывается и становится тем, чем оно было в самом начале, но еще в свернутом виде. Таким образом Гегель, именно Гегель диалектику приводит к конечности развития, что ужасно не нравится многим мыслителям. Как оно конечно? Ну, если оно имеет начало, оно имеет конец, извините. Однажды все закончится. Когда развитие случится, все завершится. А вот это конец истории, да? Это конец истории, это конец философии, который говорит Гегель, это конец искусства, про которое он рассказывает, что он обязательно случится и так далее. Слушай, ну а если этот конец, это гностицизм? Там есть конец, там же есть этот конец, да, у гностицизма. Все это присутствует у них тоже в скомканном виде, но оно присутствует у них, да, то есть последний пневматик вылетит, все остальные останутся. У них очень многое есть, что перекликается, например, с тем же самым неоплатонизмом. Почему я про него сейчас заговорил, потому что Гегель это чисто неоплатоник, который более, большую еще логику их вывал. Но это, у него, у него все его положения абсолютно сопрягаются с него платонизмом. Ну, смотри, идея развития постоянного, ну, как будто, вот то, что про нитку, оно немного... А, я тебя понял. Слушай, позитивизм тоже предполагает постоянное развитие, непрерывное. Правда, постпозитивизм уже эту прерывистость вводит, да? А диалектика предполагает развитие рывками, отрицающие само себя время от времени. А, то есть в этом отличие. просто я про, да, ты понял про схожесть и развитие. Да, это развитие, которое содержит внутри себя конфликт, диалектика. А позитивизм, говорит, любой конфликт мешает. И гностицизм утверждает, что все эти внутренние конфликты от лукавого. Ну, надо понять, утверждает ли гностицизм. Я имею в виду, когда говорю внутренние конфликты, да, я имею в виду, например, такой внутренний конфликт, который есть в каждом человеческом существе, как конфликт власти. То есть власть это плохо, потому что во власти один субъект подавляет другого или внутри себя субъект является подавляемым. за плохо, надо устранить такой конфликт. Да, а диалектика говорит, что этот конфликт абсолютно необходим. Больше того, да, у нас же есть целая эта история, где раба и господина с помощью этого конфликта, на чем Маркс базируется, история вообще движется вперед. только с помощью этого конфликта. Все остальные конфликты не работают. И к этому выводу приходит Лакан в своем семинаре «Изнанка психоанализа». Мы наконец-то скоро уже начнем чтение этого семинара. То есть он показывает любые взаимоотношения людей, это взаимоотношения власти, это вообще игры власти, любые. И они в корне своем историчны. То есть они толкают историю вперед. любые взаимоотношения. Это взаимоотношения университета, истерички, психоаналитики, капиталиста, потому что капитализм необходим в истории, показывает Лакан. Ну как показывает? Хорошо, это я показываю, когда пишу на его основе. Он-то так не говорит, но я показываю, что все это в один узор складывается очень красиво. Слушай, а вот если про капитализм, ты говоришь про вечный кайф? Да. А кто этот вечный кайф получает? Ну, есть объект этого кайфа? Хорошо, ты с точки зрения чего, психоанализа спрашиваешь? Психоанализа пусть, критики. Фалос, фалос. Кайфуют всегда вообще только фалос. Не субъект. Только фалос кайфует. И он всегда, почему? Потому что он всегда эрегирован. Фалос это не совсем пенис. Ну, как бы пенис является его неким отражением. Что-то вроде как по Гераклиту огонь является отражением того настоящего логоса, настоящего огня. В этом смысле, да? Ну, в этом смысле пенис и также и клитор это про фалос. Также и возбужденные соски, да? И у мужчины и у женщины это про фалос. То есть нечто набухшее. Только фалос набухает всегда набухший, да? Это нечто божественное такая фигура, которая всегда счастлива. Человек никогда. А в капитализме говорится, да ты и будешь фалосом. Чего ты напрягаешься? Ты будешь фалосом вечно реагированным. Это ты. Это обещание, которое никогда не исполняется. Никогда не исполняется. Это миф. По сути, этот вечный кайф никто не испытывает. Этот кайф кому-то достойно. Никто не испытывает, но никто не испытывает, но адепты этого дискурса всегда говорят, я-то всегда испытываю этот кайф. Посмотрите на мою страничку в Инстаграме, да? У меня все блестит. Я абсолютно сверкающий. Посмотрите, фотошоп мне помогает просто немножко в этом атаке. Смотрите, вот Дубай, какие небоскребы, витые, всякие парусы, это же фалосы, все. И я всегда в них. У меня всегда очень много денег. Вот эта вся история. Вот смотрите, какой бассейн. И критика капитализма это не критика капитализма как такового получается. Смотря с Чистера, смотря кто критикует капитализм, смотря... Ну понятно, Маркс критикует как самую себя. Маркс критикует капитализм как момент, как и остальные все моменты предыдущие, который пытается зафиксироваться и претендовать на всеобщее. Он его с этой стороны критикует. Экономический момент, для Маркса это очень важно, как экономический момент истории, который хотел бы остановиться на себе. Не хотел бы быть снятым. Что совершенно понятно и логично. Так же и феодализм. Он так же критикует феодализм. Единственное, что он живет в эпоху капитализма, поэтому наиболее агрессивно накидывается на него. И он говорит, что когда он... Ему придет пора схлопнуться, он вынужден будет схлопнуться, не желая того. Но это надо будет сделать. Схлопнуть его. В социализм. Да, по Марксу в социализм схлопнуть. А коммунизм переходит в социализм? Нет, сначала социализм, который потом перейдет в коммунизм. То есть социализм это фаза с государством, с мощным, сильным государством, которое присваивает средства производства себе, а потом еще и государство сносит. А, и знаешь, еще вот такой... Для позитивиста идеальная терапия это КТП? КПТ. Когнитивно-поведенческая терапия. Просто поменяй свой взгляд на происходящее и начни действовать иначе. И все будет хорошо. Поэтому она сейчас наиболее популярной считается. Конечно. А гештальтом тоже? Нет. Если говорить про историю гештальта, она началась с того, что Фрид Спёрлс обиделся на Фройда. Он из Северной Африки приперся к Фройду. Он фанател от него. Они встретились за барной стойкой. И он подошел, говорит, мастер, учитель. А Фройд как бы... Ведь он так сыт был уже по горло. Он вообще был достаточно человеком яростным от того холодным с другими. И Фрид Спёрлс был точно таким же человеком. Он говорит, мастер, учитель, все дела. Я летел к вам столько-то, столько-то. Тот говорит, да. А следующий самолет у вас когда обратно, который... Тот психанул. Отправился на следующем самолете в Африку. Сказал, с психоанализом покончено раз и навсегда. Хотя до этого он там много лет. И начал разрабатывать собственную систему. Но она отталкивается от психоанализа, эта система. И она очень интересная сама по себе. Она про феноменологию, про феноменологический подход, про то, что вот есть ты, есть я, а есть что-то между нами. И мы занимаемся этим контактом. То есть вот мы, может быть, и есть что-то кроме контакта, но мы не знаем, что. А феноменологический контакт налицо, значит, мы им будем заниматься. Они отрицают вообще историю с бессознательным, но сам феноменологический подход к вот этой концепту контакта, он интересен. Он интересен. И Пёрлс очень интересен сам по себе. Я читал его, это прекрасно. Во-первых, это классные книжки, классная литература вообще. Во-вне и внутри помойного ведра, эго, голод, агрессия. Вот эти две книжки я читал. Но он крутой, он сам по себе очень крутой. Но то, что, как всегда, то, что произошло после его смерти, это печально. Но это другая история. А, слушай, еще про Вингенштейна. Я в прошлый раз все вспоминал, с кем Вингенштейн был знаком и не мог вспомнить. И потом нашел с Кейнсом, они очень хорошо дружили. А так Кейнсианство. Это экономист? Манегарная политика? Нет? Но он очень большое влияние оказал на экономическую систему, Бреттон-Вудская система после Второй мировой войны и был очень знаменитым. Я не знаю, был он Нобелевским лариатом? Наверное, нет. Но очень много кризис, который был в Америке в 30-х годах, был благодаря его идеям преодолен. Он про государственное влияние. У него жена была русская балерина из Дягилевского трупа. Вопухина. Как будто бы я это знаю. Но вообще, с миром экономики я очень далек от него. На это меня не хватает. На слуху почему-то его фамилия. И Вингенштейн был в СССР. Это я знаю, он приезжал. Но я не знаю, что он говорил об СССР. Я ничего об этом не знаю. До поездки он придерживался прокоммунистических идей, я так понял. А после поездки он замолчал. Что логично. Это как Сантр, который пропагандировал сталинизм, отдыхая в кафе, едя дорогие круассаны, пья вино, ездя по своим любовницам с дорогими бутылками супердорогого вина, исключительно на такси. И он был сталинистом. Легко. Легко быть сталинистом. Это как это приятно даже, я бы сказал. Так, ну, пожалуй, все, что у меня накопилось на данный момент. Да, основное мне было почему-то вот интересно позитивизм, диалектика. Это методологические моменты, и мы еще будем наверняка к ним много возвращаться, потому что с диалектикой много что связано. Вся генеральная история философии связана с нею, а мы никуда не уйдем от этой генеральной истории. То есть, когда у нас есть там все эти Маркузы, Фром, Адорна, Хоркаймер, то есть, они все равно про них, про эти генеральные, то есть, они все равно про диалектику, так или иначе. Что-то говорят. На мой взгляд, они не диалектичны, на мой взгляд, хотя они много хорошо знают про диалектику, и Адорна вообще разрабатывают свою собственную концепцию диалектики, негативная диалектика, очень интересная. Но они, на мой взгляд, гностичны, гностичны, да, но они не диалектичны, хотя бы очень интересные. Очень интересная про клубок, который развивается. И видишь, он развивается вот не так, как я показал. То есть, еще раз, да, я тут показываю, что вот просто размотали, а что, вот по спирали разматываем, да, вот так разматываем, а там как бы скорее происходит раз, потом туда, но немножко меньше, потом опять сильный прорыв, потом опять назад. Вот как-то так он разматывается в диалектике. Как у Ленина? Шаг вперед, два назад. Да, два шага вперед, два шага вперед, один шаг назад. Да, то есть, само разматывание противостоит самому себе по необходимости. Но это еще вот, фактически вся эта история, которую рассказываю, это платоновский комментарий на Парменида, на поэму Парменида вся эта история. Как только Парменид вот сказал, бытие единое, неделимо. Соответственно, небытия нет. Все великие умы человечества, хорошо, древней Греции, кинулись думать, как это вообще возможно. Гераклит, фактически, вот он здесь диалектику и пародил, пытаясь ответить на этот вопрос. А дальше Платон это сделал просто сногсшибательно, блистательно в диалоге по Армениду. Показывая, что единое, чтобы существовать, по необходимости должно различаться само собой. И он показывает, что других вариантов просто нет. Оно само себе противостоит, оно само себя будет отрицать. То есть, получается, что природа субъекта, вечно противостоящего самому себе, имеющая в себе собственную негативность, человек по сути негативен, или Гегель говорит, да, несчастное сознание. Человек это несчастное сознание, негативность, негативная молния, вот это все. Это природа бытия. Само бытие таково, все, вот все пронизывает это. То есть, бытие содержит в себе зло, вообще-то. И оно борется против этого зла, а зло борется против этого бытия. Ну, и вот это вот все. И вот так толкается, ну, можно сказать, история бытия таким образом происходит. Просто у меня сейчас слово негативное с прошлой лекции, что это отсутствующее что-то. Осталось. Это тоже, потому что, вот, возвращаемся к лакану, то есть, в основе узла вообще, то есть, в основе человеческого субъекта всегда есть дыра. Если хочешь, можно сказать, что она размером с Бога, ну, в принципе, можно так сказать, но это вообще дыра, это ничто, оно в самом, в самом сердце человека содержится. Ну, мы в этом плане, да, как в государстве Платона, не отличаемся от каких-то больших систем. Мы же можем сказать... Нет, не отличаемся. Фрактально мы можем... Фрактально, да, единый принцип, единый принцип. Это то, что, ну, и Герклид завещал, но по большей части артикулировал Сократ, да, то есть, он взял и развернул философскую мысль с внешнего чего-то раз на человека, то есть, человек должен рефлексировать самого себя, изучать самого себя, изучающего бытие. Зачем? Чтобы понять бытие. Очень хитрый ход. Да, и этот самый клубок, это мы тоже, который развивается или размазывается. Но при этом мы не можем стать другим клубком. Ну, да, какая-то, может, глупая мысль, но... Нет, не можем. Вот, не можем. Судьба. То есть, мы... Но мы при этом не знаем, какой мы клубок. У нас есть образ клубка о себе, но он... Чтобы узнать, какой мы клубок, мы должны рефлексировать себя, рефлексирующих этот клубок. И тогда мы узнаем. Если мы изучаем себя, изучающих... Изучающих... Сложнее. Если мы изучаем себя, изучающих момент... Изучающих процесс познания, тогда происходит познание. Чего? Себя. Вот диалектика. Здесь она сопрягается с феноменологией, между прочим. Ну, феноменологию тоже Платон породил, так что, что тут? А с методологией? Вот это метод... Ну, какая... Какого рода метода? Ты имеешь в виду... Ну, вот методологи, условно. Щедровицкие. Эти, Щедровицкие, да я плохо... Я ничего в этом не знаю. То есть, я знаю, что они есть, я знаю, что они породили, собственно говоря, судя по всему, породили кружок, развалившийся СССР, судя по всему. И сейчас, я так понимаю, элита это те, которые вышли из этого кружка интеллектуального, ну, самая верха, да? Я так понимаю, что именно они Чичваркина послали, который он к ним поперся. А ты так кто? Ты же в кружке не был. Что ты? В смысле, какой ебанка? Давай, может, ты сходишь куда-то там еще? Вот. Ну ладно, это мелочи, моменты просто. Но я не в курсе. У меня лежит эта пачка литературы, которую надо осилить, Чедровицкий. Не уверен, что я однажды приступлю. Ну, может быть. Например, Двуплатон мне точно интереснее. Ну, нет, согласен, что масштабы разные. То есть, когда мы говорим про методологию, как вообще методологию, вообще, не о тех людях, которые присвоили себе этот термин, это вот методология либо феноменологическая, либо дилектическая, либо позитивистская, ну и так далее. Германистическая, отдельно тоже, психоаналитическая методология. Ну, просто когда мы говорим, что нужно изучать самого себя, изучающего себя, то в этом тоже видится метод. Да, 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 ну, по крайней мере, то, что я сейчас, из того контекста, который я сейчас говорю, это, конечно, диалектический метод. Сократический диалектический метод. Хотя, мы знаем, что Сократ произносил, видимо, исторический Сократ произносил слово диалектика, но имел в виду именно диалог двух противоборствующих людей, когда вследствие этого диалога приходят к чему-то третьему. Ну, собственно, да, здесь надо признать, это тезис-антитезис-синтез, кстати, надо признать. Просто Гегель, ну, вроде как, не употребляет. Именно этой троице он не называет и этих слов не называет. Но если говорить прямо про Гегеля, он говорит, как работает диалектика. Но это можно упрощенно так сказать, тезис-антитезис-синтез. Ну, то есть, он говорит, существует абстрактное, всеобщее, ну, Бог вообще. то есть, он хочет власти, он хочет, чтобы люди поклонялись, вот это все. Абстрактное, всеобщее. Существует особенная негативная, особенно отрицательная. То есть, абстрактное, всеобщее, оно абстрактное, положительное всеобщее. Бог он есть. Я, я есть тот, кто я есть. Абстрактное, положительное высказывание. Существует. Дальше. Оно же по необходимости порождает для себя особенное отрицательное. Особенно негативное. Уже конкретное. Не абстрактное. Уже конкретное. Например, сатана. А что ты рассказываешь? И результатом этой борьбы, которая происходит, происходит а. Снятие вот этого момента. Б. Снятие борьбы. И след за снятием происходит утверждение единичного конкретного положительного. Христос. Который сам в себе, внутри, имеет всю эту борьбу. Но уже в снятом виде, когда на кресте, ну, в смысле, когда, нет, 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 когда воскрес, когда воскрес, это уже снятый все. Это диалектика как раз христианская. Так работает диалектика, да, которая вошла, собственно, ну, это я сейчас, ну, на очень упрощенной, таком, на пальцах объяснил великих каппадокийцев, да, которые вот строятся там и так далее. Основной пафос диалектики христианства, он в чем? Я вопрос не совсем. Ну, вот диалектика, гностицизм не диалектичен, христианская птична. Наверное, я понял. Смерть Христа была необходима, потому что до нее Бог был слишком совершенен. Он не имел в себе никаких негативных черт, соответственно, он был лишен главного, он был лишен недостатка или дефицита, или отрицательного момента, негативного момента. За силу того, что он был абсолютен, он не мог умереть. Логично. Христос смог. Но так как Христос есть Бог, после смерти он еще и воскрес, то есть утвердился. Но он поправил смерть смертью. Да, смертью смертью. С помощью негатива. Он негатив сначала породил для себя возможность невозможного с помощью негатива, а затем еще и снял ее в воскресенье. Теперь Бог настоящий всемогущий. Вот с того момента. По-настоящему абсолютен. То он был абстрактно абсолютен, а теперь он абсолютен конкретно, по-настоящему. Он реализовал себя наконец-то. То есть он стал собою, а до этого он собой не был. Вернее, он был собою до этого, на свернутом виде. То есть в себе. А теперь он стал для себя. Собой. И для нас. Теперь. Сложно. Да, хорошо. Я очень огрубленный, на пальцах это объясняю. Но вроде бы как я сейчас не грешу против, например, Гегеля. Как будто бы я не грешу против него. Гностики, да, говорят. Но если он умер, соответственно, ну как? Ну как умер? Ну серьезно. Не, они там спорят, там же разные течения. Кто-то говорит, что он и не умирал на самом деле. Что это просто тело. Но почему они-то говорят? Из какой позиции они-то говорят? Ну значит это просто тело. Значит он не умирал. Или он вышел из этого тела, которое умерло. Или он перешел в тело Симона-мага. Ну то есть из какой позиции они говорят? Из той позиции, что Бог умереть не может. А христианство говорит, так в этом же самый сок. Что Бог наконец-то смог умереть. О как! Вот это мощь. Это вам не Кришна, который вселился в тело мальчика. А теперь он стал непобедим и ничто не может его убить. Спасибо. То есть он еще раз, уже сколько раз я это произносил. Он на 100% Бог и на 100% человек. Не 50 на 50. И они полностью совпадают. Эти 100%. Такого до Христа еще не было. Ну и в мелочах-то проявляется. Что-то вроде, если Христос омывает ноги своим ученикам, а для евреев это как бы, ну типа, ты совсем, ну вот, унизился. То таким образом он показывает, что его статус царя-царей абсолютно непоколебим. Ну тоже, это тоже диалектический такой фокус. Потому что если бы он сказал, эй, еще там, куда-то ноги свои вытащили в этом, ну князь был бы, но не царь-царей. Ой, 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 ой. Ну то есть это, это все не то. А тут его и убить даже можно. И он боится, и он молится, и он в ужас приходит. Потому что он абсолютно реализует вот эту вот недостачу. Чтобы получить абсолютную достачу. Теперь даже смерть предодлежит ему отныне. Ну а смерть, как мы помним, это вот, ну вообще, культурный инстинкт, это культурный, как бы, ну культу, это вкус, прежде всего, это смерть. То есть культура, язык нам показывает, что у нас есть то, что, например, не понимает животное, что у него есть. У нас есть недостача, смерть. Ну там, психоанализ скажет, кастрация, что то же самое на самом деле, это тоже про смерть, так по большому счету. В языке она присутствует, в, ну даже в мифе, ну то есть в рассказе, в нарративе, да, каждый из нас еще ни разу не умирал, но знает, что он смертен, потому что есть передача языковая этого всего. То есть смерть делает человека человеком. Или, еще хуже, смерть, нет, не смерть, сознание смерти, ну то есть смертность, да, сознание смерти, сейчас, какое же слово подобрать здесь, сознание смерти продуцирует сознание, блин, автологию сказал, да, ну то есть знание о смерти порождает сознание. То есть из-за этого, из-за этого знания я начинаю знать самого себя, узнавать самого себя, изучать самого себя, познавать самого себя. Потому что у меня грандиозная нехватка, я знаю, что однажды меня не станет. Это шок. Большинство это, с вами, мы бежим от этой мысли. Потому что знаем о ней, в чем мы бежали. Потому что уже все, присутствует эта человеческость. А человек, конечно, он будет отрицать самого себя, чтобы быть. И эту человечность будет отрицать. Будем бежать, естественно. Спасибо. Надо подумать. Окей. Слушай, я сейчас понял, что у меня начинает темнеть. У меня тут столько записей. Я... Несколько секунд, я включу свет. Я тут... Опа! Вот, хорошо. Все, возвращаемся к Герберту Маркузе. Одномерный человек. Еще раз. 1964 год. Работа. Одномерный человек. Исследование идеологий развитого индустриального общества. Первая мысль это... А, да, да. Во-первых, это сама концепция одномерного человека перешла потом к Адорну. Маркузе подарил ему этот концепт. Одномерность. Просто красивая концепция. Первое, значит... Слушай, подожди. А можно вот он говорит про одномерность? А до этого были какие-то разговоры о мерности человека? О подъеме, да? Какие-то, наверное, натурфилософские, что-то вроде трехмерности, геометрические какие-то разговоры. Скорее всего. Я понял твой вопрос, но я не знаю сейчас, что на него ответить. Ну, как измерение телесности только. Типа трехмерность. Да, то есть человек был трехмерным, а он говорит, что человек одномерный. Слушай, пока я говорю, я начинаю вспоминать какую-то концепцию, которую я понятия не имею, откуда я ее знаю и где я ее слышал. Но что есть четвертое измерение – это время. Есть три измерения тела и на самом деле четыре измерения тела, потому что четвертое измерение – это измерение времени. Но я не помню, откуда я эту концепцию взял. Была она до Маркуза или нет? Я ничего не могу сказать. Сейчас я просто пришла на ум, на память. Ну, вообще, конечно, они, франкфуртцы, они очень реактивно, они реагируют на что-то. То есть, вообще, ощущение их, собственно, критическая теория, она так и работает. Они как будто бы отвечают своими концепциями, отвечают на какие-то другие концепции, которые были до них. Поэтому вообще есть впечатление такое, что как будто бы одномерность – это уже такая антитеза какая-то. Прежде всего, он приходит к… Так, помнишь ли ты, что Маркуза у нас… Господи, где ты, Маркуза? Что он был ассистентом Хайдегера. Да. Он приходит в своей работе, прежде всего, постулирует такую идею, что техника не нейтральна. Абсолютно хайдегерианская мысль. Когда техника, позднего Хайдегера, уже после поворота, что техника вообще захватывает человека. Техника, ты имеешь в виду… Любая техника. Любая техника, да, любая техника, ну, нет, не техне, я чуть было не ляпнул, да. Ну, вот этот проводок захватывает меня, мой смартфон захватывает меня, телевизор, радио, машина. Даже техники особо не было, смартфонов. Ну, автомобиль, да, радиоприемник, что еще? Любая технология, в смысле. Любая технология. Просто техника есть техника выполнения. Поэтому я жахнул, сказал техне, а потом остановился. Это техника выполнения, это не то, да, это мастерство, искусство. Нет, нет, не в этом смысле, хотя есть перекличка. Потому что Хайдегер об этом тоже говорит, что человек может полагаться и в этом смысле на технику, утрачивая собственную подлинность. Ну, то есть, я бы мог быть спонтанным… Это хайдегерская мысль. Но вместо этого я полагаюсь на алгоритмичность, на технику, даже технику исполнения. Вообще-то есть здесь перекличка. То есть, техне, я не просто так, оказывается, произнес. Я пока это говорил, я это понял. Ну, и по Хайдегеру спонтанным быть нужно быть спонтанным. Ну да, потому что я распахиваюсь. Я распахиваюсь для бытия, я раскрываюсь. Это вот состояние дозайн. И я, конечно же, всецело стремлюсь обратно или ни в коем случае не распахнуться и остаться в состоянии досман. В состоянии, как все люди вообще, все. Безличное состояние, где я не на краю. Техника помогает мне быть всегда в середине. Среди всех. Упасть. Ну, как будто бы вот… Хайдегер как будто бы некую воронку такую описывает. Всегда вот тут быть. Не на краю, не там. Не на границе. Соответственно, я могу, ну, например, ну что, ну вот, ну как, ну блин, вот читая лекцию, вот эту, да, вот эту, я могу сейчас впасть в технику. Правильно начать читать. Для чего? Чтобы не тревожиться. Или могу положиться на технику и начать потом наше видео как-то монтировать, чтобы там тоже вот… Ну, то есть, в любом случае, я, как досман, стремлюсь к забытию. Забыть себя. Забыть себя. Подлинность забыть. Ну, настоящее бытие. Каково оно есть вообще. Я все время стремлюсь к этому забытию, потому что я хочу покоя. Я не хочу жить. Я, по большому счету, быть не хочу. Но, можно сказать мне, значит, ты хочешь погибнуть. Нет, потому что, если я буду погибать, если я пойду в гибель, это я себя вспомню. Я не хочу этого. Я хочу вот именно впасть. Впасть в состояние беспробудности, скорее. И техника в этом смысле, мне, прям, она соблазняет меня. Она говорит, давай, впадай. Да, и, значит, здесь Маркуза говорит, она не является чем-то нейтральным техникой. Она как бы предлагает. Ну, как у Хайдегера, вот вещь. Она не является нейтральным. Она либо раскрывается для меня, либо не раскрывается. Это зависит от меня. Но и от нее тоже. И в этом смысле с техникой та же самая история. Она не является... Ну, как, короче говоря, кольцо всевластия. Она не является нейтральным. Слушай, а можно... Он мог сказать эти слова 500 лет назад, условно, если пофантазировать? Ну, что у нас было 500 лет назад? Катапульты, копья, кольчуги. Ненейтрально. Ненейтральная техника. Другое дело, что эта техника была доступна не всем. А сейчас-то стала она доступна массово, да? При них это уже началось, радиоприемник. Ну, какая производная капитализма? Вот как появился капитализм, так и появилась проблема с техникой. Массовое производство, да? То есть пока не было капитализма, давай тогда тоже экономические аспекты рассмотрим. Пока не было капитализма, мне пошить рубашку стоило жутко дорого. Правда же? Но она была бы пошита под меня. Для меня. А когда капитализм появился, теперь я беру XXL. Или что-то, ну да, вот, да, например, я в моем случае. То есть она не под меня пошита. И не совсем удобно. Зато дешево. Поэтому я, конечно, становлюсь человеком массы. И соглашаясь быть человеком массы, я приобретаю массу ништяков, бонусов. Вот, пожалуйста, соответственно, смартфон в каждый дом. Телевизор в каждый дом, я помню. Потом телефоны появляться начали. И по ним можно часами прямо беседовать. Я имею в виду такие домашние с этими проводочками такими. И моментально массовый человек, ну, прям как у Артеги и Гассета, человек массовый. Моментально вот он прям принимает на себя эту, как бы сказать, сладкую забывчивость. И получается в этом смысле, как будто бы Маркузе не мог этого сказать 500 лет назад. Получается. Но потому что 500 лет назад люди, обладающие техникой, это элита. А элита должна погибать. Это господин, да, он смотрит в глаза смерти. А здесь совершенно другая история. Отражает современность Маркузе. Да, получается, это все-таки вообще про 20 век. Все-таки так. Не даже предвидели, что дальше будет. Да, 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 предвидели. Потому что дальше там прям страшновато читать. Прямо пророчества такие. Ну, потому что понятно, куда все идет. А там нерадостные очень вещи. Ну, хорошо, вот из нерадостных вещей. Значит, про эту одномерность и про выбор. Говорит, в одномерности выбора нету, но обязательно есть иллюзия выбора. То есть, если ее не будет, одномерность, в общем, может и прекратиться, прерваться. Да, потому что ужас накроет отсутствие этого выбора. У меня прям сейчас в голове эти ассоциации с бойцовским клубом, которые говорят, да, нам тут наобещали, наобещали всего. А сейчас мы попались уже, и мы становимся страшно злые. Ну, они-то те, кто видят отсутствие выбора. А так-то, конечно, такой строй не имеет права показать. То есть, потолок должен быть стеклянный, из стекла, прозрачного для стекла. То есть, что с этим потолком? Есть такая вещь, как данность, и есть такая вещь, как возможность. По идее, данность должна возможность подразумевать. Иллюзорно так и происходит. Но по факту никакого подразумевания нет. Возможности с данности не следуют. Почему? Потому что выбора никакого нет. Где нет выбора, там нету и следствия. Почему? Потому что есть, по Маркузе, есть господа. Они остались. Никуда не делись. Потому что есть господа, у которых есть свободный выбор. И они не дают. Осознательно совершенно. Ну, капиталистические господа. Мы, когда к Розе Люксембург перейдем, увидим, что из этого учения следует, что нет никаких господ сейчас. Как и говорит Лакан, господин Мертв. Но Адорна... Ой, господи. Маркузе все-таки вот понятно, да, в какой парадигме существует. Они все вообще существуют в парадигме вот этого фройдовского мифа об первобытном отце. Что вот те сыновья, которые сожрали первобытного отца, вот они стали господами. Вообще миф вот такой у франкфуртцев. Ну и то, что мы про вину говорили, то, что сыновья испытывают. Они живут в вине, но я могу дальше провести логику франкфуртцев всех, и они эту вину перекидывают на рабов. Теперь вы. Не мы. Вы будете виноваты и считаться виноватыми. То есть они делятся тем, что у них есть, на самом деле. Ну, логично. Так вот, значит, господа-то есть. И у них есть свободный выбор у господ. Но... Так, значит, я сейчас цитату. Свободный выбор господ не уничтожает различий между господами и рабами. Он не уничтожает различий. Здесь он показывает, что существует, например, такая империя, как США, и существует такая империя, как СССР. И там и там есть господа, которые юзают рабов, и которые как бы показывают, что различия уничтожены. Ну, нет, ничего не уничтожено. Все налицо. Если ты со стороны посмотришь. Стеклянные потолки и там, и там существуют. Но очень четкое различие. Не знаю, вообще мысль достаточно сложна. Может быть, тут какие-то вопросы рождаются. Я немного застрял на мыслях. Я думаю, на чем я застрял. Мысль о мысли, на которой ты застрялся. Да, философская. Философский выход. Я застрял. Диалектика работает или не работает. Сейчас узнаем. А, я застрял. Мне показалось на фразе, что... Господа и не господа. Там как фраза была, что они различия... Не устраняют различия. Не устраняют различия. Короче, архонты остались. Если говорить гностическим языком, архонты остались, они продолжают нас юзать. Не устранялись. А мне почему-то, что... Различия... Не осталось различий. Наоборот. Различия. Я тебе так скажу. Как я понимаю его мысль. Различия теперь не распознаются нижним слоем. В отличие от, например, Средневековья, когда они были на лицо. Или там, времен Ренессанса, когда различия были на лицо. Они не распознаются. Почему? Потому что у нижнего слоя, то есть у почти всего общества, ну почти всего, там этих господ-то... Огромное количество обслуживающих персоналов, но самих господ немного. У них нет теперь критического мышления, согласно Маркузе. Но это сейчас мысль вообще из каждого утюга. Особенно ютюбовского утюга льется на нас. Что, дескать, отсутствует критическое мышление. Но почему-то говорящие это, они тоже как-то не сильно различаются, как минимум друг с другом. И они как будто одни и те же заученные фразы говорят. Оно осталось у господ, у архонтов этих. Оно осталось, это критическое мышление. Они его используют для подавления чего? Критического мышления. Различие не исчезло. Но теперь эти вот нижние, они не могут различать. Я вспомнил, что я услышал. Я услышал, что нет разницы между верхними и нижними. Это ты напутал, потому что там два не. Нет различий. Не устранены различия. Различия тоже про не, поэтому вечно вот так пытаются. Они остались. Идея в том, что они остались. Различия остались. Нам кажется, что с этими всеми французскими революциями и так далее, капиталистическими революциями буржуазными, все эти различия устранены. Нет, говорит Маркузин, ничего не устранено. Те люди, которые наверху, они живут сверхбогато, у них вот это сверхроскошное потребление. Мы, ну это я сейчас уже, знаешь, я не помню, астрийская писательница, которая написала «Безумно богатые русские». Вот я так фрагментами читал. Ну интересненькая такая книжка, ну так я фрагментами прошелся. Она, значит, это самое. Ну она у меня добавлена, короче, но тоже в очереди. Я так полистал в цифре ее. Ну интересно. Она говорит, что современные безумно богатые русские, то есть вот эти вот, которые олигархи, которые там несколько миллиардов долларов имеют и выше, они говорят, ну перевезти собаку с одного материка на другой стоит гораздо больше, чем целое предприятие рабочих зарабатывает за год. Ну то есть вот так. Это реальность. Это абсолютно реально. Ну собак, несколько собак перевезти, они там поехали на лето куда-то отдыхать. Их там тоже вилла есть. И вот собак перевезти стоит дороже, чем их рабочие на их предприятиях получают за год. У них много рабочих. Это как упрек, что они не так тратят свои деньги. Здесь, слушай, вот если мы говорим про Маркуза, он это не как упрек. Он это как критику. Как не надо питать иллюзией, что они живут так же, как мы. Что владелец Икеи ездит на, ну это тоже современный, да, ездит на автобусах. Это пиар. Не надо вот думать, что если принц Чарльз на какой-то там вечеринке, когда принцом еще был, когда на какой-то вечеринке там в пижаме пришел, что это он таким образом подчеркивает, что он простой человек. Это наоборот. Простого человека стражи бы не пустил. Ну то есть, все наоборот. Вообще не так, как нам представляется. Если Борис Джонсон проехался, когда мэром Лондона был, на велосипеде, и есть только определенные фотки, как он проехался, то есть это была пиар-акция. Это не значит, что он не живет в суперроскошном потреблении. То есть, они позволяют себе то, что человек из низов, мы сегодня будем говорить про еще средний класс существует, но человек из низов, на самом деле средний класс, это человек из низов. На самом деле. Это миф. Это воображаемая конструкция, что он существует. Но человек из низов просто не может себе представить, что они себе позволяют. Просто казалось, что изначально он говорил, знаешь, обо всех людях, что техника нами всеми владеет. А потом он все-таки... Владелец. Короче, здесь тоже, да, вот тут надо подумать, ну, по его логике, эта техника и ими владеет. Архонты тоже в плену этого мира. И в этом смысле нет разницы. А. Если прямо эту логику продолжать, то будет так, но он про это не говорит, но она должна быть продолжена. Да, да, да. Они также в плену, собственно, вот этой идеи власти, идеи подавления. Они вынуждены соответствовать. Ну, короче, рабы кольца. Если, да, про кольцо всей власти. То есть кольцо тобой управлять, ты не хозяин его. Окей. Просто тогда выглядит, что господа в этом случае те, которые не подвержены влиянию техники. Нет, все-таки, наверное, подвержены. Но другое дело, что они себя чувствуют иначе. Ну, как богатые тоже плачут, но в лимузине плакать как-то поприятнее, чем в маршрутке. Ну, тут насколько это про деньги? Что человек из низов, он может быть не подвержен, и он тогда становится хозяином. это про власть, чем про деньги. Скорее, это про влияние, чем про деньги. Ну, то есть они захотят какой-либо мемчик внедрить в общество, и они просто нанимают кучу научных журналов. Не за деньги же они их нанимают. Они же, давай я тебе вот сейчас, вот тут смотри, сейчас я денег дам, и ты напишешь. Это же не так работает. На более тонком уровне. Но, тем не менее, там есть вот рычаги влияния. Рычаги влияния, которые на связях, у нас на деньгах тоже, и на связях базируются. Ну, а мы потом начинаем повторять эти мемы, которые нам уже внедрили, достаточно, но с помощью технологий. Но они, как бы, и управляют этой технологией, и все равно, я думаю, они подвержены ей. Все равно. Ну, более трезво, более где-то критично. Да, все равно, то есть у него есть какая-то разница, все равно существует. Хорошо, не в деньгах. Возможности влиять, да? Возможности влиять. Да, у нас нет возможности влиять, у них есть. Вот и все, да, вот давай здесь. У них лидеры мнения на поводке, а мы кормимся из ртов лидеров мнения. То, что пережевано, нам вкладывается, мы говорим, здорово, жевать не надо, мы глотаем. Там по-другому. Ну, тут какой-то, можно сказать, замкнутый круг. Они же тоже говорят, лидеры мнения, на них влияют, а они такое. Как минимум, я убежден, что на них влияет Платон. Я убежден в этом. Ну, вот я прослеживаю, и смотрю, что читают они, короче, очень внимательно. Ты думаешь? Думаю, да. Ну, мне почему-то кажется, вот, глядя на все это, что читать стали хуже и меньше. Я думаю, что вот это впечатление, что они там тупеют, это впечатление соответствует пропаганде специально проводимой. Я думаю, что они там умнеют и остреют. Я всерьез так считаю. я думаю, что они становятся опаснее, хитрее, коварнее. Ну, то, что опаснее, да, но опаснее не тем, что умнее, а тем, что, наоборот, глупее. Я так не думаю, честно говоря. Здесь я, здесь я либо трезвее тебя, либо пьянее, да, но я так не думаю. То есть, я в курсе, ну, создается вообще такое впечатление, когда мы смотрим на выходки, там, но мы же не видим их, да, ну, ну, факт, что, я не знаю, те же самые британские элиты уже настолько они у нас на слуху, да, и мы столько про них говорили, те же самые британские элиты, они когда заканчивают свои вот эти вот, высшие учебные заведения и потом свои их подтягивают, они же не идут в министры. Мы их так особенно не видим. Они всегда, ну, вот фильм, даже кино, даже кино, есть министр, сериал комедийный, британский, кто хочет знать мир, волшебный мир манипуляций, все в этот сериал прям вперед. Комедийный, ха-ха, ну, там же элитарный человек, он же в кабинете министров, но он же не министр, он секретарь. Ну, потому что зачем? Ну, просто вот недавно у меня жена работает в школе, и к ним в школу поступают дети из богат, которые учились в дорогих британских школах. Очень низкий уровень. Они прям критически низкий уровень. у них там, да, 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 нет, я тоже, тоже немножко по своей профессии, чуть-чуть в этом, знаком, как это вообще происходит, эти британские школы, ну, это бизнес, то есть это бизнес британская школа этот бизнес очень большими доходами кому надо те там поумнеют кому не надо тебе летят это не значит ты поступил туда и все ты уже в этом мире нихрена ты не в этом мире тебя никто не возьмет в этот мир а был же русский парень который наркоту продавал то ли в оксфорде у него же сайт был его закрыли я туда полез а уже закрыли сначала закрыли английскую версию они а я когда полез уже русскую версию закрыли но я просто наслышан об этом он толкал дилером был и он рассказывал он попал к ним на вечеринку и послушал что вот именно самые верха вот этого вот этот клуб британский где учится та молодежь которая уже у них там уже все уже понятно кто кем будет каким-то в министерских этих кабинетах и чего они говорят вообще о простом народе простом народе британии и он все это выложил это был скандал грандиознейший вот то есть в самом оксфорде это не значит что ты среди стеклянный потолок да 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 причем ну хорошо мне рассказывал человек который учился в еле русский на социолога он грил вот это вот сообщество черепы кости ты с ними можешь ручкаться обниматься спрашивать как дела не тебя поднимает обнимают как дела и все такое никогда в жизни ты не попадешь туда никогда говорят ты ты к ним на ведь ты зайди зайти в кампус не можешь к ним просто никогда ты не зайдешь туда туда полицейский даже не имеет права зайти в их кампус вот и все а так учится все вместе и они с тобой очень добро улыбаются они там будущий сенатор и губернатор сужен откуда это дельта знаний если они все учатся вместе в одном и том же откуда это дельта откуда хороший вопрос у меня на него есть как бы такой дебильноватый ответ я же тоже учился вместе с определенными людьми а эти определенные люди ничего не взяли из обучения а я взял вместе с ними обучаюсь и один из них я прям очень хорошо помню он говорит слушай что ли такое на экзамен задали болен 16 вопросов игр странно чуть и 16 мне 24 задали фонгает даже 10 невозможно выучить за два дня идут что-то не рассказываешь я за два дня 24 выучил могут ты врешь все вот тут она пролегает разница ну так она тогда когнитивная какая угодно но она не воспитать не дать нетворки воспитать воспитательная в том числе ну то есть ты объясняешь своим детям куда они идут кем они будут там и так далее и объясняешь как они должны себя вести и как они должны какую позицию занять и да какие какое-то количество твоих детей их не получится типа окей выборка насколько я понимаю у супер богатых людей прям много детей у них нету вот этого типа средний класс чем чем человек богаче тем меньше детей по моему это не так работает это работает для среднего класса не для ну то есть это тоже зависит от но человек до человеческий факт если ты про это совсем не вариант что ты станешь секретарем не вариант слушай ну классный же фильм есть клуб бунтарей riot club про оксфорд там как раз бориса джонсон там связано там есть фотка прямо с намеком на итанскую фотку бориса джонсона прям прям намек там есть и ну главный герой там один из главных героев они вот в этом клубе бунтарей которые вот все в оксфорде ты если попал к ним это те самые связи с кабинетами министров со всеми их братья старшие уже там рулят вообще внешней политикой мировой но то что ты попал в клуб бунтарей еще не означает что ты это там тоже есть выборка там показано главный герой максимально по-скотски себя по я спойлер сейчас выдам максимально по-скотски себя ведет максимально по-скотски ну то есть мразь прямо и его к именно его в конце приглашают в кабинет министров и говорят твоя карьера уже построена он там начинает рыпаться орать вы тут инкубатор что ли создать вы чё это если возомнили бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла а потом отпускает он выходит идет по лондону и улыбается и становится помену как был это все стиль ты сразу на руку на методы то есть но там там специально тогда показано но в принципе да то есть методы тестирования они существуют они невидимы то есть они не прощупываем и но их ну потом задним числом уже можно обнаружить но тут же это как бы наезд на вообще британцев в этом фильме вот какие они негодяи пираты ну как у вас фальшпенгер говорил да вся эта нация вся цивилизация пиратов просто мы тут думаем про них такое прям это пиратами что они такие сдержанные потому что если чё кишки просто выпустит тебе будешь сдержан верливо будешь разговаривать оттуда джентльмены вообще пошли имеет смысл и но у них пиар имеет имеет уже говорили до что пиар у них великолепный великолепный пиар и прежде всего он базируется конечно на эстетическом моменте эстетика у них там на таком уровне ой мама дорогая умеют себя поддать подачами оформление ну что возвращаемся теперь значит что да вот я значит сказал уже следующую мысль которой я собирался позже но я тебе ответил по поводу свободного выбора и по поводу различий что нет критического мышления это следующая мысль работаем работа одномерный человек дальше что еще отсутствует в этом мире полностью отсутствует то теперь она судя по всему судя по логике судя по тому как пишет маркуза для всех для всех прямо слоев нету место утопичности нету место утопии что мы знаем об утопе ну во первых это вообще труд этого мур кампо мура мура чуть было не сказал компанеллы компанеллы это острова город солнца мор утопия утопа место которого нет не не место вообще можно даже здорово немножко поиграть здесь названиями и сказать неуместность нету в современном мире место неуместности не утопии не антиутопии хотя на самом деле еще будет описаться там 84 а 1924 утопиями все хорошо по моему они такие хорошо фиг с ним есть место антиутопии но в том смысле что она работает против утопии вот в этом смысле чтобы утопия не появилась она не сама по себе она скорее про то что так скотный двор где четко видно что советский союз и он там меняет означающие просто местами и мы читаем о как это прямо жестко по советскому союзу прошелся если критически читать я думал сделать частицы пассажей показать диору прям передергивает ну я уже там как бы подзабыл и куда-то записи у меня делись может быть однажды сниму передергивает антиутопия создано для того что короче вспоминаем открытое общество его враги антиутопия создано для того чтобы справиться с врагами открытого общества если совсем уж прям параноидально то есть для того чтобы утопии закончились а почему надо чтобы утопии закончились не надо мечтать о неуместном надо мечтать о данном о том что есть уже нафига это нужно это вредно это вредно а это маркуза говорит да да и за ним кстати говоря слово слово это повторяет жижик который считает себя продолжителем франкфуртсов то есть утопия нам позволяла в принципе мечтать о том что сейчас не дано да то есть пепси или кола выбирать утопия говорит так нафиг снесли все я хочу невозможного а это вредно это просто плохо для существующего строя мечтать о невозможно не надо куда-то деть это ну я в этом вижу огромное вред для для разбития человечества для нас у нас сейчас мы живем в эпоху антиутопии у нас нет тут топе мы не знаем куда мы уже антиутопии даже закончились уже закончил потому что враг поражен ну как-то прожил мы живем где а где антиутопии сейчас вот нынче сейчас где-то появляются сейчас антиутопии смотри мы с тобой говорили да про фильмы там ходячие мертвецы но это что они каким-то образом показывают общество которое появляется человек человеку волк мы все друг против друга но если так то да не таким образом и показывают и предсказывают как крестный отец повлиял на мафию как они вели себя да то есть не было этой мафии до крестного отца вот они себя так не крестном отце не звучит слова мафия ни разу потому что мафия подсуетилась через профсоюза чтобы ни в коем случае не произносили это слово да но факт влияния в мафиозе смотрит как как крестного масса люди себя ведут и начинает себя так вести это мы смотрим ходячие мертвецы и такие у нас локдаун наступает и мы примерно уже понимаем чтобы не знаем как себя вести модель построена модель построенная и мы живем в эпоху антиутопии потому что утопии сейчас никто не строит никто не показывает нам сериалы где все хорошо где есть какая-то у нас есть сериал черное зеркало где все плохо да это антиутопия кстати черное зеркало это антиутопия я вот все все я согласен я согласен да есть антиутопии сегодня да и и мы не просто их смотрим их проживаем эти антиутопии социальные рейтинги там да вот ну понятно что условно но мы живем в эпоху антиутопии мы вот чего чего антиутопии мы достигли а с утопиями а их убил марку за пожалуйста однако на фига нам утопии зачем вы не того это невозможно но не марку за марку за подчеркнул что они убиты он как раз за взялся посмотрите убили утопе я ну он не говорит что них не нужно создавали оборот на оборот истории не не слушай вот смотри марку за я еще раз повторю это критическая традиция критическая теория он показывает смотрите что что происходит. Утопии убиты. Он показывает. И он также следом за тобой. Он также, как и ты, говорит, что это вредно для человечества. Потому что утопии позволяли нам мечтать. Слушай, когда я там произносил такие слова, как типа давайте их убьем, это я имел ввиду капитализм. В смысле я с точки зрения... Все, я понял, да? То есть для капитализма они вредны, утопии. Для существующего строя, претендующего на абсолютность и на конец истории они вредны, утопии. Потому что утопия показывает то, что есть недостаточно, нам надо развиться вон еще туда. Она может пугать нас чрезвычайно. Утопия. Максизм, например, это же утопия. Или там Томас Кампанелло и так далее. То есть Платон пугает. Его государство пугает. Вообще-то. У него не утопия. А мне кажется, что это далеко от утопии. А почему не? Утопия Моровская, она как бы утопия. Вообще, я думаю, что с Платона утопии начались. Я думаю, что с государства они начались. То есть он мечтает о негом государстве, которое сейчас вообще недостижимо. Но может быть однажды. И так далее, да? Слушай, а рай диалектичен? Рай? Рай. Вот ад, мне кажется, диалектичен. Тот, который потерянный? Нет. Нет, вообще. Просто вот рай. О котором христианство мечтает условно. Или ислам. Когда тебя там девственница. Когда нужно быть только смелым этим самым шахидом, чтобы не испугаться. Когда на тебя такое количество девственниц движется. Да. Ну и ты каждый день пьешь там лучшие напитки, ешь лучшую еду и спишь с самыми красивыми женщинами. Не, ну это же у нас воображаемая конструкция. То, что мы говорим. Это момент такого чисто представления. Это некий миф. Миф. Но если мы говорим о рае, о царстве небесном, как о том, что мы не можем помыслить, потому что еще никогда не было. Но была предтеча утерянный рай, земной рай, Эдем, который мы потеряли. Невинность некая человеческая. Это мы к Эриху Фрому, кстати, там будет это все. То тогда в этом есть диалектичность. А теперь нужно с помощью усилия, духовного усилия, достигнуть его. Царствие небесного. Небесное, подчеркивает Христос, он не говорит земной рай будет. Ну просто мне кажется, что там нет вообще никакой диалектики. Там нет развития, там нет клубка. Мне кажется, есть что-то, потому что как некая сновидение, сновидение грядущего для человечества является вот этот миф о земном рае, некое сновидение такое, знаешь, то есть некая вот глупая, скомканная мечта. Потом есть лишение его, а потом Христос предлагает что-то, чего еще не было даже в мечтах. Он говорит, вы представить себе, не можете, там будет новое небо, новая земля, новое тело. как будто бы здесь есть какая-то диалектика. Вот в аду, в аду Данте, там вот прям, мне кажется, это диалектично. Или я ошибаюсь. А как? Вот эти круги какие-то, и то, что оно одно за другим идет. Есть развитие, идея развития. Идея развития, да. У него там правда есть идея развития, если посмотреть на его ад, на его чистилище, на его рай. Потому что там, где вот прям буквально под хвостом Люцифера, под задницей его, там уже есть раз, и они выходят в чистилище, которое является... Как они в чистилище попадаются? Что-то я забыл. Я помню, как они в рай выходят, которая является горой. То есть здесь Люцифер упал и образовалась воронка, а там... Или чистилище является горой, а потом они полетели. Да, вот так. Чистилище между адом и райом. Ну да, да, да. Слушай, я забыл, короче, что там чистилище. Это же скучно. Там про ад красиво и весело читать, да, там, о, вот это да. А я забыл, как же там было-то с чистилищем. Рай скучный. Рай скучный. Ну он скучный опять же. Почему? Потому что... Короче, это как философия. Бытье невозможно представить, ничто невозможно представить, невозможно представить интеллектуальные сложные понятия. Их можно только помыслить. В этом смысле рай такой. То есть он там потом, да, все-таки на вершине, да, он там на вершине горы и он видит, как вот это раскрывается цветок, там лик вот этот, да, и там любовь, что движет звезды и светила. Там описано, как бы, может, только прекрасная музыка, может, как-то, хоть как-то передать. Да, там нету вот этого вот, ну, там же ужаса-то нету. Достоевский только прозрел этот ужас перед Богом, да, когда этот монах говорит, Христос передо мной распахивает объятия, а мне страшно, это что страшно, как схватит меня, то есть вознесет, ну, восхитит, восхитит, похитит, да, вознесет, то есть я лишусь того, к чему, ну, вот, что для меня, понятно, в этом смысле нам ад-то понятен. Там мучают, ад вообще, он какой у Данто, он телесен, мучается тело постоянно в нем. В этом есть какая-то очень мудрая мысль, видимо, христианская, да, то есть тело должно, все, его надо порубить. А мы держим, а мы, а мы держим. Да, 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 здесь это все есть, и это идея христианства, Христос обрел другое тело. Только прикол в том, что то исчезло. Да, это же предмет споров. А по агностикам, как бы, то не исчезнет, да, оно, ну, как бы, покинешь его и освободишься. Разные ветви, они по-разному, даже внутри катар было по-разному. Ну, да, здесь я согласен. Все. Нельзя однозначно сказать, как они мысли. Ну, я просто, знаешь, рай и утопия, они же как будто бы, просто утопия, это земной рай. Здесь, вот на земле. Утопия, она про, что мы с помощью социальной конструкции, без Бога, обойдясь, что-то сделаем. Вообще-то, она про это. то есть, как Достоевский различает Бога человека, человека Бог. То есть, утопия, она про что-то такое, что мы обойдемся сами. Вот сейчас мы продумаем все и обойдемся сами. И Платон, между прочим, про это. Платон как? Он говорит, ну, боги, это боги, вообще оставим их в покое и будем строить. Хватит заниматься вот этой мифологией и идиотизмом. Вернее, мифология нам нужна, но для того, чтобы для государственного устройства. А так мы же понимаем, что, ну, как бы, боги для нас абсолютно недоступны. И что, как мы ими можем, ими можем что-то там влиять на социальное. Никак. То есть, сами строим. Но мифы о богах там нужны. Правильные мифы о богах. То есть, вообще, конечно, Платоновское государство, оно очень во многом про социализм. Вообще-то, и касаемо утопий, видишь, здесь нету, я не вижу в них упования на бога вообще. Упование на веру хотя бы. Ну, да, согласен. Они какие-то такие. Они же, наверное, по образу и подобию, не опираясь о нашем образе небесного рая, мы хотим сделать земной рай. Да. По крайней мере, Платон точно про это. Как будто бы мы начинаем прозревать структуру, как устроен человек, а он устроен, видимо, как-то повторяя структуру бытия, соответственно, мы делаем так же структуру государства, как я это понимаю. Ну да, да. Да, да, как будто бы мы все равно перенимаем некую вот структуру. Касаемо же гностиков, гностики же как говорят, да, что вся эта структура, которую мы там будем прозревать, это структура Архонта. Она, это структура власти, структура вертикальной иерархии, это плохая структура, она не годится. В этом есть очень интересная интуиция насчет космоса, кстати говоря. Если вылететь в космос, там же не будет вертикальной иерархии. Да, прикольно же, там не будет востока и запада, лево и право. Ну как, как там может быть лево и право? Там не будет верха и низа, там просто другие, другая система координат, абсолютно иная. Вот это интересно, кстати сказать. Такая воронка, какая пирамида, какая гора может быть в космосе, да? Какой север-юг, какой запад-восток? В смысле, нет, это не работает. Кто главнее, а как это посчитать в космосе? Центр-периферия такими образом, так там, блин, ну как, там не заканчивается пространство, как вопрос. Да, что это да, смысл. Там вообще интересная тема, например, вот тот же автор, который рассказывает про то, что мы не будем колонизировать планеты, а будем скорее вот сферы строить, он говорит, слушайте, вот слово полет надо чем-то заменить, потому что полет это опор крыльев на воздух. То есть на самом деле это опор на силу упора, ну как бы опора. То есть, это мы, говорит, из нашего, когда мы наблюдаем за птицами, космическое перемещение, даже перемещением назвать нельзя, потому что там в космосе нет места. Что такое место в космосе? Пространство там есть, а места там нету. Там все летит. Там же нет стабильного места. То есть мы даже, мы не знаем, как назвать это, говорит. Путешествие, ха-ха, не работает, полет нельзя, плавание нельзя, корабль, на каком основании мы назовем это кораблем вообще. Ну то есть, вот, да, и это потому, что мы опираемся на уже имеющийся опыт. Новые слова приобретают другую. Ну, на самом деле, конечно, да, это на самом деле не такая же проблема, потому что у нас есть, например, философия, где все эти слова, они вообще из древнегреческого хозяйства. Вот. Но интересная сама постановка проблемы. И я это к тому, что, например, и с утопиями то же самое. Мы можем фантазировать, но нам нельзя опираться на прошлый опыт, потому что прошлый опыт нас закостеневает. И утопия, вот эта вот безумная фантазия, она позволяет где-то раскрыть воображение, по Маркузу, я сейчас чисто логику Маркузу восприжу, она позволяет как-то раскрыть это воображение, и вдруг осмелится помыслить себе доселе невиданное. То есть, невозможно. Человек должен претендовать по этой логике на невозможное. А с помощью утопии еще как-то это возможно. Иначе мы будем только лишь эволюционировать от одного к другому, не покидая каких-то пределов. Короче, будем выбирать колу или пепси. Эта утопия, это вот цель, которая стоит выше наших возможностей. Я бы сказал, утопия скорее является дверью для нашего воображения, согласно логике Маркуза. Это не цель, но она может быть неким указателем на эту цель, очень смутным таким. Вот в Советском Союзе как будто бы была некая утопия, коммунизм, условно. Все стремились к коммунизму и была утопия. И вроде как людям, живущим там это казалось смешно и нелепо под конец, да? Под конец никто не верил, потому что... Никто не верил, но наличие самих этих идеалов делало общество лучше. Ну, как оценочное суждение, но... Влияло. Если без оценочного суждения, все-таки наличие идеалов влияло на общество. Все равно. Даже при очень плохой риторике, при очень плохой ужасно работающей пропаганде все равно влияло. Надо быть честным, надо быть... Держать свои слова, не врать. Вот эти все вещи. Ну, такая вот, да, вот, очень такие суровые требования к этике. Это все равно влияет. Я помню очень хорошо, я же застал это последнее совсем позднее советское время, мы на этих линейках уже стоим и думаем, когда закончится эта линейка, вы затрахали вот это вот постоянно мозги промывать, а оно работает. А оно все равно работает. Я согласен. Ну, то есть, вот, Марк Кузов про утопию, да, 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 и он, значит, говорит, что, то есть, утопия нам приоткры... Вот, ты же сказал про идеалы, да, утопия нам приоткрывает эти идеалы, которые сейчас недоступны. И утопия своим наличием позволяет нам критиковать сегодняшний день и критиковать данные. Соответственно, не будь дураками современные вот эти элиты капиталистические, современные архонты, они будут делать все, чтобы утопии прекратить. Потому что критика сегодняшнего дня это самое страшное, что может быть вообще. Для них. Для них, да. Потому что миф начнет рассыпаться, разваливаться. Мы вскоре поймем, насколько Маркуз наивен. Я могу даже кинуть спойлер, потому что он создаст им, именно для них, новые инструменты, с помощью которых можно будет сдерживать сегодняшний день. Именно он создаст, не понимая того. он под конец жизни обнаружит это и ужаснется, что он сделал. Хорошо. Ты расскажешь про это. Да, обязательно. Это самое ужасное и интересное. И ужасно интересное, и интересно ужасное. то есть, что еще, да, с помощью, значит, отсутствия утопий, это как такой базовый инструмент, дальше мы можем, мы как, вот если представим, что мы такие идеологи капиталистического сообщества, создавать людям ложные потребности, которых у них нету, используя медиа, любые медиасредства. если мы постоянно промываем людям мозги на тему их ложных потребностей, ну что застал Маркуза, да, это 64-й год. Между прочим, накануне революции 68-го, которую он будет идеологизировать, идеологом, которым он будет выступать вообще, Красный Май, так называемый, который по факту на длинной дистанции оглядываясь, они ничего не достигли. Ну хорошо, а что, мысль потерял, что они промывают мозги через медиа? А, 64-й год. Ну например, ну на совсем простых примерах, начинают людям промывать мозги, что, ну хорошо, зубная паста, у вас есть утром и вечером, а кто же защитит ваши зубы посреди рабочего дня? И человек начинает невротизироваться на эту тему, да, и действительно нужна жвачка, ополаскиватель рта, необходим. Ему говорят, ты может не знаешь, но у тебя изо рта воняет днем, и ты начинаешь верить в это, да, вместо того, чтобы просто выпить чаю или там пополоскать рот водой, ты начинаешь искать срочно средства. Ну это просто так вот, ну совсем маленький пример, да, но ложные потребности уже вот здесь возникают. Это реклама, да? Реклама. Потом фром так по ней пройдется, Маркуза тоже проходится по рекламе, но фром по ней пройдется вообще, он говорит, реклама, как таковая, оскорбляет человека. Она вот только так работает, оскорбляет человека. И в связи с этими постоянно пропагандируемыми, не дающими вздохнуть, не дающими критически вообще воспринять происходящее, со каждого утяга кричащие вот это вот про ложные потребности, в связи с этим старая уже мысль Маркуза, которая мы там на позапрошлом, нашей беседе на позапрошлой уже обсуждали, пролетариат не собирается вообще как-то менять ситуацию и себя. Все. Ну, то есть, это уже было, да? Маркуза уже понимал, что пролетариат не работает. И что задается Маркузе? А все-таки, что теперь будет революционной силой? То есть, он, воспитанный на Гегеле и Марксе, на психоанализе понимает, что без революции, без вот таких прорывов движение историческое вперед невозможно. Революция необходима эволюционным путем ты ничего не достигнешь. Все останется в прежнем, просто будет изменять название. Забегая вперед, именно Маркузе даст этому строю новые названия, которыми он сможет себя как будто бы подменять. Подмену такую будет устраивать. Именно Маркузе. Скоро будет. То есть, он говорит, хорошо, дальше интересная мысль. Действительно, он говорит, нам необходим негатив. Негатив освобождает. Без негатива никакого высвобождения быть не может. То есть, он этот негатив называет великим отказом. Нам необходимо прийти к великому отказу. Прежде всего, психологически. То есть, психологически отказаться от участия в продуктивности. Хватит заниматься пользой. Хватит заниматься чем-то полезным. Тоже играть в мафию. Чтобы научиться как-то чтобы учиться этому всему. Хватит заниматься правильным спортом. Хватит учить языки. Все это можно делать. Но не участвуя в продуктивности. Вот где самое важное. Вот этот великий отказ. Не участвуйте в продуктивности. Потому что это ловушка. А в чем ловушка? В том, что ты являешься частью вот этого всеобщего колеса и сам в колесе постоянно крутишься. Ты не можешь вынырнуть из него. Ты не можешь заняться ничем свободным. Суверенным. Потому что суверенный поступок это тот, для которого не нужны предпосылки. Ты не можешь выйти в беспредпосылочность. Ты все время думаешь то, что я делаю это полезно или бесполезно? Это поможет мне в будущем? Это вложит в мое будущее, в капитал моего будущего какой-то плюс вообще, какие-то бонусы? Или нет? Потому что нет, это уже отнимет. Это как письмо Бенджамина Франклина своему племяннику. Помни, мой дорогой, открытое письмо, знаменитое. Помни, мой дорогой, что когда ты прогуливаешься по аллее в этот момент ты не зарабатываешь денег, а значит ты теряешь их? Потерянная прибыль? Потерянная прибыль, ты теряешь ее, не зарабатываешь. У тебя есть квартира, но ты ее не сдаешь. Все, ты потерял денег. Это значит пассив, это никакой не актив, это значит пассив. Все является пассивом или активом. Из этой парадигмы ты попался. Ты раб кольца. Слушай, я просто тут наткнулся в одной соцсети, которая с работой связана, с постом. Девушки, я вот хочу тебе прочитать, это вот похоже на это? Когда ты работаешь на позиции, которые не приносят хорошего, постоянно растущего дохода, кайфа в интересности проекта, технически нового стека и роста по грейду должности, начинаются реальные проблемы. И если их игнорировать, последствия могут сильно подкосить. Что происходит? Застой в развитии равно нет интереса заниматься этим проектом, выгоранием. А если там более старый стек, навыки не растут, новых знаний нет, и в итоге становишься в отрыве от требований рынка и не развиваешься. Застой в денежном росте также демотивирует расти и решать сложные задачи. И как итог, все это приводит к выгоранию в профессии в том числе. Это напоминает «Алису в стране чудес». Чтобы оставаться на месте, ты должен все время бежать. Да. Да? А еще есть такой сериал «Миллиарды», где одна из главных героинь является психоаналитиком, которая не реализуется профессионально, потому что она работает в инвестиционной компании. Единственная ее задача это не давать людям уйти в свободное плавание, чтобы они оставались в этой компании. Как она это делает? Они говорят, слушай, я прихожу, что-то как-то, не знаю, какое-то впечатление, что жизнь пустую. Она говорит, там такая манипуляция, она просто для детей. Она говорит, ну, у тебя же есть вот такой дом, за который надо платить, вот семья, твоя жена, да, ты же не хочешь потерять их. Ну, ладно, хорошо, хрен с ним. Закрой глаза, почувствуй, что подсказывает тебе сердце. И он говорит, я остаюсь. А иди, вы, хуй да! Ну, вот, да, это же тоже вот, вот, прям то же самое, вот еще то, что ты читал. То есть четкая парадигма. Если ты не развиваешься, ты теряешь интерес. Попался, крючок. Все, ну, вот это вот похоже. Детский крючок, абсолютно примитивный, но чтобы его обнаружить, необходимо же потерять интерес, а нельзя, потому что это будет означать, что ты останешься в развитии. А ты же, подслуживаешь, у тебя сердце подсказывает. Ты хочешь быть выебанным, что ли? Тебе это же сердце подсказывает? Не, я не хочу. А кем ты? Я хочу быть альфачом. Так иди и работай. Продуктивность, участие в продуктивности. Вот это про это, да? Похоже на... То есть ты должен иметь какое-то хобби. Зачем? Чтобы тебе завтра утром было легко идти на работу. Вот зачем нужно хобби. Ну, понимаешь, да? Все равно все будет вертеться и вот на одно. Я помню какую-то абсолютно омерзительную книжку читал. Ну, что-то несколько страниц там ее. Вот что-то про успех тоже. И там человек, я просто дочитал до этого, я ужас приобрел, короче, новую фобию. Он говорит, если вы не понимаете, как ваше любое дело, которым вы сейчас занимаетесь, может принести вам дополнительную прибыль, бросьте его. Чего? Давай я выключил это видео, потому что я сейчас понял, что это может мне не принести прибыль. Не, ну подожди, потенциал-то есть. Потенциал-то есть. Обещание. Пока есть. Ладно, пока будем писать. Да, то есть, ну, понимаешь, да, то есть, вот во всем, это должен невротизироваться до мелочей, чтобы вот эта обсессия должна возрасти, потому что, а приносит мне это прибыль или нет? Ну, конечно, КПТ в этом смысле. Конечно, я пойду КПТшнику, потому что он поможет мне, не знаю, не бояться высоты. Хотя у меня за этой страхом высоты, например, есть жажда полета. Полета воображения, полета фантазии, да, например. Вот я просто так, на скидку сейчас, но я пойду и вылечусь от страха высоты, потому что это принесет мне там продуктивность, эффективность. Я так понимаю, у них основные клиенты это с тревожным расстройством. Вот прям огромное количество людей с тревогой. Это тоже вопрос ракурса, вопрос парадигмы. приходит человек с желанием, со стыдом, с виной, и это очень легко назвать тревожным расстройством. Понимаешь? Ну, все выливается в симптом. Ну, да. Так, то есть, короче, еще раз, но Маркузе, когда говорит от участия в продуктивности, он прямо приводит некоторые моменты. Ты должен отказаться участвовать в политике, в смысле, идти на госслужбу, в выборы, вот это вот, партии создавать, и в медиа. Отказ. Это буквально отказ уже не внутренний. Это уже на уровне действий. Не участвовать в этом. Потому что тебя затянет в вот этот круговорот. Политика, я еще раз, да, по Маркузе. Человек должен быть революционен. это историческая личность по сути своей. И революция в пределе, она политическая. Но если ты пойдешь в политику так, как предлагает тебе данность, ты увязнешь. А кто тогда будет в политике, если не ты? Мы сейчас, Маркузе, я произносит моими устами, мы сейчас найдем тех людей, которые совершат эту политическую революцию. И тогда они будут в политике. Но они революцию совершат, они не дадут себя использовать в этом эволюционном пути. Потому что они сейчас зайдут в эту политику, устроятся даже не на госслужбу, а какую-то партию создадут, начнут в выборах участвовать, еще что-то. Потом они своих делегатов, условно, какие-то комитеты в Думу зашлют, еще так далее. И те постепенно коррупционизируются. Или что-нибудь такое. Короче, они будут участвовать все равно в усилении. Есть такие случаи, и мы их знаем, и сегодня есть такие случаи. Если я как-то рекомендовал Александра Шубина, он там очень сильно на одного своего бывшего друга сетует. Он говорит, слушайте, мы с ним были левых взглядов, радикальных, он пошел в политику, чтобы как-то посильно улучшить, а теперь он голосует за такие решения. Говорит, я охреневаю просто с этого. Потому что ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться, и он пошел на этот компромисс, чтобы потом в будущем бла-бла-бла-бла-бла-бла, и в итоге это все просто болото. Понятно, ты становишься частью системы, что-то не говорили. А систему по Маркузе надо просто снести. То есть однажды приходит момент для антитезиса. Снести систему, чтобы не было вообще никакой системы? Нет, чтобы построить новую систему, потому что революция подразумевает, что однажды система должна быть снесена, она будет изо всех сил держаться за свое гегемонию, но нам это нужно за тем, чтобы новая система отрастила мускулы об этом все. Потому что иначе она будет безвольная, бесхребетная новая система. Слушай, мне кажется, мы что-то, это мы про Маркуза уже говорили, чья-то эта идея еще была похожа про вот эти революции с конечной. Ну, я сейчас могу тоже запутаться, ну, вроде про Маркуза это было, ну, я не знаю, может там это и в марксизме было, может и в гегельянстве было. Наверное, про Маркуза. Наверное, про Маркуза. И потом, что уже. Ну, мы столько всего говорили, что, если честно, я не помню. Хорошо. Так, ну что, значит, все, свободу от участия в продуктивизме, политике и там самом, медиа. А первое в продуктивизме. Прежде всего, это продуктивизм. То есть, вот как только тебе подсказывают, что это полезно, все, приехали, тебя уже взяли в обработку, ты уже в обороте. Если ты сам уже кому-то расскажешь, что это полезно и нужно для того, чтобы, потому что потом в будущем, все, ты уже давно в этом попался. Здрасте. Связь есть? Да, у нас раз. Да, что-то это, мигнуло, да? У меня, короче, какой-то, этот самый был, сейчас надпись отсутствует подключение к интернету, не знаю, что это было. Я не знаю, будет у меня, наверное, зависит. Сейчас попробую переподключить. Да, вот этот значок, тот самый, тот самый значок. Да, есть, надеюсь, будет один файл. хорошо. Вот, и вот тот самый момент, который мной был давным, давно обещан, все, мы к нему шли-шли. А кто? Кто будет революционной силой? Готовься, сейчас у тебя будет фейнс. Блин, алло, есть связь? Опять что-то мигает связь. Да, да, там против все, что-то началось. Что-то низкий уровень связи. Ну, это только подогревает наше возбуждение, что же я скажу-то? Фейспаун, готовься. То есть, для Маркуза на полном серьезе он заявляет, нам необходимы контркультуры, не пролетариат, а то, что сейчас вот говорят арт, пролетариат и так далее. Нам необходимы, внимание, меньшинства, сексуальное меньшинство, нацменьшинство, нам необходимо эко-движение и нам необходимы феминистки. И хиппи. Слушай, я не хотел приспал, но я думаю, да что там такого может быть? Блин, нет. Ты был прав, да. Понимаешь, до Маркуза на них так никто не смотрел и их никто не обрабатывал. Они были мусором человечества. С ними было о чем поговорить другими словами. То есть, они были среди вытесняемого в социальном. Маркуза их привел туда, где они сегодня. Их просто взяли в оборот. После Маркуза. После 68-го года. он использует всю эту публику, потому что с ними есть о чем говорить. Потому что они контркультурщики. Потому что они борцы. Ну, то есть, я даже, у меня есть друг, который тогда еще, ну, не тогда, ну, в смысле, там, в 90-е был экологом. Они действительно не давали рощи вырубать. Им рук оторвало девушке руку. И их, короче, прорывали их цепь. Они там держались. И девчонке руку прямо оторвало. То есть, они рисковали своим не просто здоровьем, жизнью, целостностью тела. Вот это все. Это не было мафией, как сейчас. Сейчас это цепные псы современного строя, которых натравливают на кого угодно. Они просто там сносят предприятия, конкурентно способные, закрывают из-за них и так далее. То есть, тогда это было иначе. Но сегодня там другие люди. То есть, тогда буквально он, ну, короче, больно об этом говорить. Больно и слушать. Это слушать. Да. Да. То есть, он говорит, наша надежда, во-первых, конечно, на студенчество, это 64-е, я повторюсь, да, 68-й скоро, уже на днях. Наша надежда на студенчество и на третий мир. А говоря о студенчестве, это студенты гуманитарии. Обязательно гуманитарии. Не технари. Потому что технари, вспоминаем Николая Первого, да, студенты технари или будущая техническая интеллигенция, она специально сделана так, чтобы поддерживать существующий строй. И Маркузов там совершил, да, и Николай понимал это, и Маркуз это понимает. Нам нужно только студенту гуманитарии. Николай не просто так закрыл царко-сельский лицей. Я повторюсь, к Николаю Первому я отношусь с большой нежностью. Но я понимаю, он на месте императора, он на троне. Ну, в смысле, а как он будет еще действовать? Иначе, говорит, если мы не используем этих людей, ах, как он ошибался, нас ждет, я зачитываю, прилизанная, рассудочная, демократическая несвобода. Ах, Герберт, скажем мы, дружочек, ты одно означающее перепутал с другим, а так-то ты был во всем прав. Да, и еще одна цитата, существование в качестве инструмента нас ожидает. Ну, да, конечно, вот эти-то твои, на кого ты ставку делал, они существовали в качестве инструмента. Вот, потом проходит 68-й год, Красный май, большинство лозунгов, а? Слушай, да я просто, у Талеба есть книга «Шкура на кону», и он там говорит про активные, про меньшинства, но нетерпимые меньшинства, которые меняют общество. Вот он добавил еще слово «нетерпимые» к чему-то. А что, экологи-то терпимые меньшинства, а артефилинизм-то терпимые, они все нетерпимые. Тоже нетерпимые, да, вот просто это слово. Меняют, очень сильно меняют общество. Мы прям видим как, Грета Тунберг, мы с тобой, мы поменяем мир к лучшему. Вперед. То есть, после Маркуза не просто так все эти уже упомянутые нами граждане, очень уважаемые, стали цепными псами существующего строя не дают. Я сейчас еще термины накидаю, от которых еще хуже станет. Ну ладно. Мысль Грета Тунберг, что... А, да. Но сам лозунг, что мы теперь меняем мир к лучшему, и мы, революционеры, также подхвачены существующим строем, который просто подмену понятия осуществляет, и все. Мы все меняем... Вот у Воропаева есть, я не знаю, признан он, не признан, я уже путаюсь, кто из них признан, кто... А? Да, да, по-моему, да. Если Иван Воропаев признан иноагентом, я осуждаю этого человека и выражаю личную страшную неприязнь к нему. Но есть прикольный этот самый «Воздух», фильм «Воздух» и пьеса «Воздух». И там как раз человек там рассказывает, какой он позитивный йог-бизнесмен, и он прям кричит «И мы меняем этот мир!» То есть вот вот оно, так и работает. Но я повторюсь, что если он иноагент, я не люблю. Есть еще сериал «Силиконовая долина» про все эти... Сериал, не знаю такого. ...стартапы и про развитие стартапов. И там каждый стартап выходит и говорят, мы сделали вот эту программу, чтобы изменить мир к лучшему. Они все только этим занимаются. Это там обыгрывается, что уже ну все просто меняют мир к лучшему. Вот просто абсолютно ты там делаешь простейшее какое-то приложение. И они молодцы. И они революционеры в своем. Вот Стив Джобс, он революционер. В чем революционер? В том, что он телефон другой сделал. Ну как бы да, эта технология, конечно, она поменяла мир. Ну как он там технологически. А в чем революция-то? Совместил плеер с телефоном. Ну короче, ладно, на мой взгляд, революция это нечто другое. Вот я так скажу. Ну поменял и к лучшему ли вопрос? То, что поменял, никто не сомневается. А я сказал к лучшему? Я что-то жахнул. Если я так сказал, то я беру свои слова. Теперь как Стив Джобс, ну все революционеры, герои, это миф героя. Мне там какие-то, я помню, всяких психологов читал, как только он умер, что это миф о герое, там тысячеликий. Ну ладно. Окей. Короче, то есть, все хуже, все еще хуже. 69-й год. Он уже видит, к чему. Начинает приводить все к чему. И он уже в ужас приходит. Но этот оптимист только продолжает копать яму. Он пишет в 69-м году так называемое эссе об освобождении. И сейчас будет совсем плохо. Фейспалм был, а теперь должно быть какой-то еще более сочный жест, который, знаешь, что он придумывает? Он говорит, ну ладно, вот это что-то да. Там как-то их в оборот начали брать и что-то еще. И он придумывает слово новое. Нам нужны новые левые, и у них должна быть новая чувственность. Именно отсюда пошло выражение новая искренность. Новая искренность. Это еще хуже, чем фемповестка и эко-повестка. Это гораздо хуже. И это фемповестка и эко-повестка, да, хоть как-то уже начинают как-то приедаться, а вот новая искренность только приходит к нам. Да, вот она, наверное, мне еще не приелась, кстати. Вот. А это еще больше враг человечества. Это еще более номер один. Скажи, пожалуйста, да. То есть, а что он говорит? Ну, он не говорит новая искренность, новая чувственность, а потом это уже переэто самое. То есть, он здесь, я напомню, Дьорде Лукача, да, который марксизм читает через эстетику. И он говорит, нам нужна новая эстетика, и поэтому новая чувственность. Новая чувственность для высвобождения Эроса. Помнишь, он как-то говорил, Эрос это натос, что натос угнетает Эрос, мы все движемся к атомной войне из-за этого. Ну, вообще-то. Но нам нужна новая эстетическая парадигма и новая чувственность молодежи, новый эротизм. Дальше не очень приятно, потому что он будет им рассказывать, что вы там 40 на 40 должны все потрахаться, студенты, анархисты, чтобы просто понять, что ваши буржуазные рамки устарели. Я не уверен, что это работает революционно, если честно. Я не уверен, что это работает на какую-то новую осознанность, и новая чувственность действительно будет. Ну, там он на самом деле сам потом начал признаваться, он говорит, блин, я их ввел к новой чувственности, а получили порнографию все. Вроде к освобождению Эроса, а получили порнографию еще большую импотентность современного человека в связи с ней. Да. Ну, да. Но он говорит, вот нам нужны новые левые через новую эстетику, через эстетическую какую-то направленность, которые будут критиковать левизну и критиковать самих себя для того, чтобы они могли рефлексировать. Это все у нас уже, мы слышали про постиронию, это все, ну, опять же, да, это в 69-м году. Он еще не совсем, не совсем разочаровался в том, что он в последствиях своих книг. А он, а его книги, я сейчас скажу, да, они супер популярны у, назовем ее так, интеллектуальной молодежи. Слушай, а почему новая искренность должна именно новых левых породить, а не новых правых? А, правые же держатся по большому счету все равно за консерватизм, так или иначе. Он может менять формы, но он же все равно отталкивается от того, что человек не меняется. Человек все равно остается тем, каким и был. Он какой-то там суперзверь, и только какая-то сугубая такая культурная обработка может как-то более-менее сдерживать его, и поэтому лучше всего пусть он сдерживается и в семьях тоже, потому что семьи, ну, там, поколение за поколением, поколение за поколением уплотняют вот эту оккультуренность, да, ну, такой немножко, такой, ну, старосветский подход, в этом смысле правый, ну, элитарный такой, средневековый такой подход, да, вот, то есть, а левое движение в этом смысле стремится к новому, и оно исторично по Маркузе. Я не понимаю, к какому новому нам стремиться, посмотри на это фильм движения, посмотри, это просто, это просто старая добрая истерика, эко-движение, это старая добрая мафия, которая просто закрывает, и так далее, да, ну, понятно, ничего нового, люди за все хорошее против всего плохого. О, да, 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 они страшно, они любят все плохое и обожают все хорошее. Желательно, вообще, как-то поабстрактнее, чтобы мы уже звучало. Вот, значит, ладно, так, что-то я должен был здесь сказать, ну да, он говорит, на смену пуританству пришла порнография, к сожалению, я говорит, не это хотел. Это он уже потом, да, в 60-м году, это он в СССР освобождение уже пишет. Да, 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 он говорит, так вот так. Значит, дальше, ну, все, мы уже начинаем идти к смерти Маркуза, он 81 год, как и Платон помер, говорит, ну, не, ну, может быть, у него есть еще другие сходства с Платоном. Я, не, не, я, ну, хотя я считаю его наивным, но я все-таки считаю его интересным интеллектуалом, вот так скажем. Ну, как наивный, мне кажется, он много предвидел, или как, предсказал. Предсказал, вот эта вот его идея, да, которую он вбрасывает, и они моментально обрабатываются против его идей, то есть, вот эти все его концепты, в этом смысле наивные. Ладно, короче, и под конец жизни он говорит, нам нужен трансцендентный проект. Все эти проекты, они не были трансцендентными. В этом проблема. Нам нужен прорывной, чтобы он вышел за все эти границы, которые только можно представить. А, да, я же, блин, не договорил, я же начал говорить, что-то перешагнул. Революция 68-го года лозунгами имела по большей части цитаты из Маркуза. Вот когда они с этими афишами очень красивые, типа, вся власть воображению, и вот эти вот все, рабочий, я сейчас не помню, только понедельник звенит будильник, первое унижение недели. Вот такие вот вещи, это Маркуза, по большому счету. Хорошо. Очень красивые лозунги, если кто хочет их там, это самое, википедии они есть, загуглишь и просто, ну, обалдеть, так прям здорово, здорово. И самые красивые маркузовские. Слушай, ну и что? Можешь раскрыть новую истину? Еще чуть-чуть побольше, про новую искренность, господи. А, не-не-не, новая искренность, это после Маркуза все-таки смертью уже началась, а вот новая чувственность у него была. Новая чувственность. Его идея, это новая чувственность. Я имею в виду, просто по созвучию обработали и вбросили, вбросили такое метамодерновую. Метамодерна не существует, если что, мой, мой тезис метамодерна нет. Это подделка. Нет никакого метамодерна, потому что онтологически он никак не отличается от постмодерна там и так далее. Не существует его. Это все фигня. А постпост? Что? Постпост? Ну, это же, слушай, мы понимаем, что постмодерн закончился. Мы не понимаем, какая сейчас эпоха. Назвать ее постпост в принципе можно, но по-другому ее не назовешь, потому что потом придется называть ее. Мы не знаем, какой сегодня день. Модернисты же не называли себя, ну, модерн, да? Это вообще слово означает современность. Ну, то есть, и так далее. А премодернисты точно не говорили, мы живем в премодерне. Ну, в этом плане, я в этом плане говорю. Ну, в смысле, мы не знаем, что за день сегодня. Будущее покажет. Предки, потомки узнают. А ты можешь про новую искренность сказать? Вот, новая чувственность, это вот, идите и будет все. Короче, там идея такая. Великие интеллектуалы сегодняшнего дня, страшно оригинальные, которые, конечно, не читали никаких там Платонов, ну, это мусор, это же отжившее, они просто начинают всматриваться. Вот, есть премодерн, есть модерн, есть постмодерн. Например, философия. Ну, есть точно, да, факт. И они говорят, а что ж про искренность-то не было сказано? А искренность-то где? А вот кто писал об искренности? Так давайте же ее постулировать. Не, ну, была же какая-то искренность, тогда у нас будет новая искренность. Ну, я очень упрощенно, очень дебилистично, но, по-моему, это именно так и происходит. Это что-то вроде, на одной из конференций философских, ну, ладно, я, в общем, так скажу, так, ну, более-менее утрировано. Не, не утрировано, я сейчас дословно повторю, просто, ну, просто сжато, чтобы не называть людей. Ну, в общем, про Декарта мы говорили, а выступил один такой очень любящий русскую философию человек и сказал, а что ж Декарт про чувства не говорит? Чувства есть, вот души, вот у русского человека есть чувства души, а Декарт про него ничего не говорит. там другой уже поднялся, говорит, ну, да, действительно, а слезки, где же у Декарта слезки? Ну, и как-то так они там немножко поскандалили, но потом это. Вот, примерно так, ну, примерно так, про новую искренность. Ну, я очень утрирована, но это такой дебилизм. Это, короче говоря, от всего этого веет страшная интеллектуальная несостоятельность. Я бы так сказал. при этом истерический ход, который никуда со своих рельсов не свернет. Там нет никакой свободы. Ну, я очень утрированно, конечно, говорю, но я просто не хочу уже туда лезть. Вот такая вот история. То есть, когда Маркузе говорил о новой чувственности, он подразумевал, что мы сейчас что-то придумаем и сможем высвободить эротичность, потому что эротическая энергия, он все-таки человек, знакомый с психоанализом, эротическая энергия это единственная вообще энергия, которая есть, да, то есть, существо человеческое абсолютно эротично. То есть, например, по Платону, да, оно из-за, ну, эрос, эрот, рождение эрота, миф о рождении эрота в диалоге пир, то есть, оно благодаря этому эротизму может двигаться вперед, то есть, оно стремится, то есть, оно исторично. Или, говоря психоаналитическим языком, оно сексуировано и за счет этого оно сублимирует. Сексуированность, она вообще сублимирует. Вся сублимирует, она уже сублимирована, я бы так сказал. Так как нам запрещено быть простыми, естественными существами и положено быть сложными, мы начинаем сублимировать и искать в культуре постоянно ходы. То есть, нам нужно высвободить эрос, говорит Маркузе. Мы не просто кастрированы, мы все импотенты стали уже в связи с этой идеей вот этого постоянного потребления. Нам не дают, ну, как бы сказать, нам не дают возбуждаться, вот если так, можно даже так сказать. Нам, например, не дают тревожиться. Да, вся культура спасает нас от тревоги. То есть, она спасает нас от возбуждения. Мы возбуждаемся от других вещей? Да, мы ни от чего не возбуждаемся. Нам же подменяют, сейчас, сейчас, нам же подменяют потребности и нам подменяют объект возбуждения. Мы, оказывается, должны возбуждаться от предстоящего успеха, от этого вечного кайфа. Но, как бы, не работает, потому что у каждого вообще свое и к своему. Ну, нет, у нас есть регламент желания. Ты должен желать вот этого. Соответственно, мы все становимся импотентами просто-напросто. Ни у кого не стоит. но стоит, не стоит, ты обязан бежать в этом колесе. Уж будь любезен. Ты отстанешь, ты станешь несовременным, ты отстанешь от всех. То есть, нам надо трансцендироваться из этого всего. То есть, это все, ну, я напомню историю, вообще, миф гностиков. То есть, мы постоянно в скорлупе. В этом смысле, мы постоянно воображаем в какой-то скорлупе. У нас, нам кажется, что здесь вот стена. Именно там, где начинается свобода, нам кажется, что есть стена. Никакой стены нету, говорит Маркуза. Ну, я сейчас тоже, я своими словами пересказываю, но вот идея именно такая. Никакой стены нету, воображаемая стена. Почему она воображаемая? Потому что нашему воображению запрещено быть свободным. Мы не имеем права воображать. Если человек средневековья мог как-то воображать и мечтать, просто ему запрещено было действовать, то сейчас как будто бы, якобы разрешено действовать, а на самом деле не разрешено. С помощью чего? С помощью запертого воображения. Мы заперты, да, мы заперты, и поэтому мы не действуем. В тот момент, когда можем. Уже есть технические средства у всех. Уже есть технические средства, позволяющие людям вообще богато и роскошно жить. Кстати, есть исследования, которые подтверждают это. Реально, мы сейчас все можем работать плюс-минус по 4 часа в день и жить прямо как... И подожди, 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 я больше скажу. Я недавно встречал данные. Подсчитано было, что уже в конце 19 века в Англии каждый житель Британии мог жить как очень крепкий средний класс. Денег было столько, но они расходовались на другое, понятное дело. То есть они могли быть использованы на это, но нет, они не были использованы. Это уже в 19 веке такое было. А Маркуз описывает 20 век и говорит, что согласно статистическим данным, они же социологи, они работают и это самое. У них же эмпирический подход, он работает. Он говорит, мы давно можем. Но нет, нельзя. Потому что ты должен крутиться. Ты перестанешь крутиться в колесе. В этом смысле. Не в смысле, что на тебя жалко денег. Ты перестанешь вращаться. Ты перестанешь крутить это колесо, которое не должно останавливаться ни в коем случае. Колесо от постоянного всеобщего потребления. Так, ладно, я сейчас немножко увлекся. Так он что говорит? У нас есть... Когда он про трансценденцию говорит, по свободу воображения. У нас есть определенная рациональность. У нас у всех есть. Одна на всех. И из-за этого мы не можем выйти. Нам позитивизмом, позитивистами создана такая определенная картина мира, где если ты не будешь соответствовать данному сегодня, ты нерационален. Но на самом деле за пределом этого есть другая рациональность. Более вообще разумная. Говорит, но мы не можем в нее выйти. А ее необходимо дать вообще. Интеллектуалы обязаны дать ее другую рациональность. То есть рациональность должна быть сменена. Вот где он находит выход теперь. Все, он уже разочаровался в хиппи-феминистках и так далее. ЛГБТшниках этих всех. Он успел разочароваться? Да, он успел разочароваться под конец жизни. Он очень жестоко разочаровался, а оптимизм не потерял. Он говорит, ладно, хорошо, тогда... То есть он постоянно ищет. А что же... Все, пролетариат не может. Хорошо. Тогда могут меньшинства. Не могут. Хорошо. Тогда интеллектуалы должны дать новую рациональность. То есть вот третий такой, третий как бы ход. Последний выход, да? Последний, последний перед смертью, да. То есть еще раз. Нам надо высвободить воображение. Надо высвободить фантазию. Потому что фантазия, говорит, просто уже, как это сказать, атрофирована у современного человека. Нам же постоянно подсовываются иллюстрации книг. Нам постоянно подсовываются экранизации книг. Нам уже не нужно ничего представлять самим. Нам все время подсовываются все больше... Видел бы он, что вообще сегодня происходит. То есть реально, я это реально говорю, у современного человека воображение крайне атрофировано. Эта мышца просто перестала работать. Ну, в смысле, она работает насколько-то, но... А что ты имеешь в виду, что атрофировано воображение? Люди не могут представить что-то? Люди не могут представить себе. Вот, ты принимаешь решение. Но я сейчас уже дальше, чем книгу говорю. Книга тоже. Книга тоже. Неинтересно читать книгу, если есть экранизация фильма. Нахрен я буду. Книга гораздо богаче, да? Не только за счет того, что ты сам. Там просто другие слова написаны. Она богаче. Ты можешь между строк читать. Не надо. Я хочу, чтобы мне дали. Зачем? Я имею в виду и более такие серьезные, взрослые вещи. Ты принимаешь решение. Ну, просто возьми и вообрази, что будет дальше. Оно же само начнет, да, простраиваться. Не может. Как не можешь? Каждый может. Не может. Человек не может этого сегодня. То есть воображение как способность прогнозировать? Нет? Или это... Да, в том числе да. Да, 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 да. В том числе да. Вплоть до того, что я сейчас вспоминаю Марис Адриона. Он классно там описывает... Черт, забыл. Как их звали-то этих итальянских банкиров, которые развязали фактически, ну, если в пределе, столетнюю войну. Пошляя в нее. Забыл, забыл. И с помощью воображения. То есть они начали воображать, что будет дальше, 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 дальше. И поняли, что вот все, мы сюда идем. И он описывает, он говорит, каждый реальный, ну, реальный прям политик и успешный политик, у него очень сильно развито воображение, с помощью него он, собственно, и функционирует. Шахматы такие способны. Да, шахматы такие. Да, 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 да. Это да. Простраивать ходы. Простраивать, вообразить. Да. Не просто посчитать, да, а дать вот волю воображению, когда... Знаешь, как, ну, спонтанно работает, и картинка сама выстроилась так, как ты даже не ожидал, и она показывает тебе. Ну, то есть я знаю, как это бывает. А, например, книга Игнасия Лайола «Духовные упражнения», она на это рассчитана. Читал, не читал? Нет, не читал. Она на это рассчитана. Ну, то есть это достаточно такая суровая такая дисциплина. Она рассчитана на то, чтобы ты воспитал и взрастил, ну, как сказать, натренировал свое воображение. Которое потом будет работать на тебя уже. Эта мышца будет функционировать. А об этом, об этой проблеме, ну, заявляет вообще сегодня психоаналитическое сообщество, что сегодня у человека... Вот это и есть дискурс капитализма. Какая-то вообще странная инвалидизация человека происходит, когда он берет вместо собственного воображения, берет чужое, подсовывает и еще уверяет, что это его. Ну, это я знаю, это я на клиническом опыте. Я знаю, как это бывает. Это очень страшно. А может, прям как это бывает? Ну, что человек говорит не своими словами, да? Да, не своими словами, не своими концептами, не свои картинки. Подсовывает мне, а я понимаю, откуда он это вычитал. В каких пабликах он это вычитал, я понимаю. А он уверяет, что это его воображение и рассказывает мне, что это не просто уже обсессивная история, это какая-то очень странная история, похожая на психотическую просто. Условно, цитаты Джейсона Стэдхэма становятся. Еще пока не настолько жутко, ну, Блиновской там, ну, вот это вот все, да. Так. Да, там еще странный такой наивный момент у него. Маркуза, он говорит, в общем, надо высвободить фантазию, ну, нам понятно эта история, да, воображение. Но он говорит, вот тут наивный, мне кажется, момент. Вот это, может быть, это я наивный, когда так говорю, но сейчас будет понятно, о чем. То есть, он говорит, вот эта фантазия это некая структура, воображение, это некая структура, которая хранит память о том, как мы были целостны. Я думаю, погодите, напомните мне, может, я как-то прогулял этот момент, проспал, а когда это с нами было, когда мы были целостны. А он говорит, ну, когда мы были в согласии с природой, и цивилизация нас еще не поработила. А я говорю, я что-то не припоминаю. Это когда мы были славянами и молились сварогу, да, когда нас, ну, или что, имеется в виду. То есть, я просто в курсе, что, вот, ну, антропологи описывают всякие колыбельные цивилизации, ну, которые настолько прям в слиянии с природой, и те говорят, ну, да, когда-то раньше человек жил гармонично с природой, а сейчас-то он оторвался, и мы тоскуем очень по прошлым временам, и с каждым годом все хуже, хуже живет человек. Это те, которые там вот просто босиком ходят абсолютно с голыми половыми этими самыми органами. Для нас кажется, что их ничто не сдержит, они абсолютно чисты и свободны, они говорят, да, ну, вот раньше человек был равен богам, там и так далее, ну, там разные мифы, но они все про ностальгию, про утраченную целостность, они говорят. И он говорит, вот, прогресс поработил человека, а до прогресса, я говорю, о, вот, примерно здесь и источник его наивности, видимо. Где-то тут он пролегает. Ну, мы с Маркуза закончили, нам надо переходить к розочке Люксембурга. Может быть, что-то здесь есть, что еще там, не знаю, спросить, уточнить. Я ее, думаю, сегодня успею, я быстро это... Давай на розу, а если что, на следующей встрече про Маркуза. Ну, хорошо, ну, если вдруг сейчас вот что-то родится, какое-то из непонимания, или вопросов, или замечаний, то пожалуйста, да. Тогда я открываю у меня тут на компьютере, Роза. Так, ну, в общем, я напомню, у нас вообще... Сейчас переключаемся. У нас тут вообще есть где-то, где-то есть Маркс, который говорит, что вот капиталистические страны, именно здесь пролетарий по необходимости начнет образовываться, потому что ему нужно все умнеть и умнеть, чтобы все более сложные станки, да. Он начнет осознавать себя, тогда он рискнет жизнью, сбросит собственника производства, или сделает ему предложение, которого невозможно отказаться, что то же самое. Короче говоря, он возьмет средства производства в свои собственные руки, и поймет, что... А что, собственник-то без него не может вывести, он же не справляется, значит он ему нужен, значит собственник пойдет в любом случае так или иначе на попятную. То есть, пролетарий это единственный класс, пролетарий это единственный класс, который, собственно говоря, и может что-то изменить. Значит, на него мы будем рассчитывать, и произойдет эта, вот эта смена, революция, именно в развитых капиталистических странах. Очень важно. В 1913 году бывшая Розалия Ликсенберг, а потом уже Роза Люксембург, пишет книгу, которая называется «Накопление капитала к вопросу об экономическом объяснении империализма». Где она выдвигает концепцию, которой нету у Маркса, и которая сильно, на мой взгляд, обогащает марксизм. У капитализма есть структурное саморазличие как соотношение центра и периферии. Слыхал такую когда-нибудь концепцию, что капитализм делится на центр и периферию? Что у марксизма... На центр и периферию слышал что-то, но не увидел... В марксизм это не укладывается. В марксизм это вообще не укладывается. То есть, при жизни Розы Ликсенбург капитализм уже действительно начал захватывать периферию. То есть, это то, что мы называем империализмом. То есть, Британия это империя, на которой не заходит солнце. Зачем это Британии? Затем, чтобы заводы Британии были обеспечены средствами из колоний. Мы забираем из колонии ресурсы и везем их в Британию, чтобы заводы чувствовали себя хорошо. И рабочие чувствовали себя хорошо. И надо сказать, исторически, действительно верно, потому что очень много на социальные блага пролетариата было вброшено в Британию за счет колоний. Соответственно, где-то там бедные негры, бедные индусы становятся еще более бедными. Роза Ликсенбург говорит, это абсолютно необходимо. Капитализм так функционирует. То есть, еще раз повторю, я начал там одну мысль, прервался. При жизни Розы Ликсенбург производство находится в капиталистических странах. Сейчас-то по-другому. Сейчас в капиталистических странах производство уже вытеснено на периферию, но там находится собственность в капиталистических странах. Собственность никуда не вымещается, что само собой, разумеется. Для нас сегодня, само собой. Мы не знаем, что будет в будущем в этом смысле. Но, что говорит Ликсенбург? То есть, существует первый мир и, условно, третий мир. Так вот, третий мир является периферией капитализма. А ядро или центр капитализма находится, понятно, в каких странах. Британия, Франция, частично Германия, Америка сто процентов. Слушай, а вот то, что сейчас говорят страны третьего мира, это от нее, что ли, пошло? Нет, 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 мне кажется, до нее это уже звучало. Ну, я могу здесь ошибаться, чего не знаю, того не знаю. Это я сегодняшним языком говорю страны третьего мира. Возможно, это все-таки после нее. То есть, туда вбрасываются деньги на то исключительно, чтобы оттуда по дешевке вынимать ресурсы. Это понятно. То есть, сегодня какая-нибудь страна Конго, которая была, между прочим, порабощена Бельгией и там везде эти кисти бедных негров валялись, в семь раз уменьшилось, а, нет, не в семь, в десять раз уменьшилось население страны, которое в семь раз больше, чем Бельгия. То есть, они просто геноцид там устроили на самом деле, вывозя слоновую кость. и, по-моему, самоцветы. Используя абсолютно рабский труп. 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 Сегодня в Конго первоклассники работают на добычу кобальта, который нужен для электромобилей. Они там подыхают за доллар в день. Серьезно. Семилетние дети. Да, семилетние дети. Для Илона Маска и так далее. Не только для него, для Рено. Все же для экологии, чтобы мы... Это для экологии, потому что нам нужен кобальт, каковые электромоторы потом невозможно утилизировать, их просто рубят на части и закапывают в бетонные блоки. А электричество вырабатывается с помощью нефти, если что. Вообще-то, до сих пор. Но это экологично. Почему? Зато прогресс. Зато прогресс. Да, это верно. Это верно. Зато прогресс. И, между прочим, экологи не против. И зеленые за. То есть, как работает капитализм? Ресурсы вынимаются из бедных стран, делая их беднее. Но как сделать, чтобы этот поток был постоянен? Для этого ядро капитализма снабжает гигантскими средствами элиту бедных стран. То есть, маленькая прослойка невероятно богатеет и еще это очень важно невероятно быстро богатеет. Это страшно выгодно для ядра и страшно невыгодно для вот этой страны, в которой это происходит. Страна слабеет, элита довольна, но теперь новая проблема. Элита получает бешеные деньги. Что с ними делать? Вкладывать в местные банки это очень глупо. Они разорятся со дня на день. Поэтому они вкладываются в банки ядра. То есть, они возвращаются. Но там все равно происходит процесс, там происходит этот самый, то есть, эти деньги продолжают работать в ядре, но проценты и все равно они возвращаются. Они идут, они текут опять к элите. Куда элите вкладывать эти деньги? Это реально проблема. Ну сколько ты любовниц хочешь? Ну как бы все равно они закончатся, любовницы. Эти потребности яхты, супер алмазные пулеметы, ну закончится это. То есть, все равно деньги надо куда-то вкладывать. Есть два варианта. Ты вкладываешь их либо в собственные предприятия, и казалось бы, если ты вкладываешь их в производство, это может смутить ядро капитализма. Ни капельки не смущает? Почему? А, кстати, есть вопрос? Есть понимание, почему? А почему не смущает? Не смущает. Почему капиталистов в Англии не смущает, если индийский раджа начал вдруг вливать деньги в какую-то постройку завода своего собственного? Так это же все равно капитализм увеличивается таким образом? Не, не поэтому. Ну да, они, конечно, прорабатывают. Они прорабатывают очень сильно население о том, что вам надо капитализироваться, вам надо свободный рынок, друзья, демократию, давайте поднимайте все это свободное, вы будете жить как мы. Они прорабатывают их. Но дело в чем? Он же все равно конкурента создаст. Дело в том, что это не будет работать, так как у них нет инфраструктуры. Вокруг этого завода ни черта не приспособлена. То есть существуют статистические данные. Человек в Германии работает в день в два раза меньше, там, в полтора раза меньше, чем человек в России. А человек в России работает в день в два раза меньше, чем человек в Африке. Но живут по бедности абсолютно наоборот. Почему? Инфраструктура не развита. Соответственно, Радже, если он вбухает деньги в фабрику или в завод, он их просто потеряет. там вокруг ничего не приспособлено. Ни юридические компании, ни бухгалтерские компании, ни другие заводы, которые нуждаются в продукции этой фабрики и так далее и тому подобное. То есть необходимо, чтобы был выстроен мир. Вот так. А мир не выстроен. И риски гигантские. Инвестиционные риски просто гигантские. То есть если Раджа или какой-нибудь вожь племени дурак, он внесет деньги в производство и скорее всего разорится. Огромное количество, огромная вероятность, что разорится. Вероятнее всего, чтобы отбить деньги, он нападет на соседа, чтобы что-нибудь отжать у него. Но если он нападет на соседа и отожмет у него, он станет мощнее, что не очень выгодно для ядра, потому что это уже опасно. У него начнут отрастать крепкие клыки. Поэтому центр капиталистический вбросит деньги и соседу тоже. Чтобы они друг друга грызли. Так лучше. Чтобы они в итоге не усиливались. Чтобы там не возникало империй. Таким образом по Люксембург ядро существует как будто бы якобы мирное и благополучное. На самом деле внутри, в центре самого ядра всегда идет грызня за власть. Очень сильная грызня. Кто будет царем горы. Там идет все очень серьезно. Это описал еще Маркс, который написал свободный рынок обязательно перейдет к монополизации. И там будет эта грызня. Но по Люксембург эта вся ситуация работает так, чтобы в огромном количестве стран вокруг именно бедных стран население все более обеднело и кровь лилась рекой. Войны абсолютно неизбежны. Ленин это антиколониальная повестка антиколониальная. Ленин и зашел на говно прочитав это. Он кричал Роза как ты не права. Писал ей письма возмущенные, что ты идешь против Маркса. Маркс об этом не писал, что-то там напридумывало. Но дальше там понятно, что по этой я еще не договорил, по этой теории дальше понятно, что дальше пропагандисты как бы из ядра будут постоянно сетовать этим странам, будут постоянно рассказывать, что же вы в демократии не приходите. Мы же вас зовем, а вы все никак и никак. Мы же говорим вам, что свободный рынок открываете. Ну что же вы этого не делаете? Таким образом, постоянно сохраняя вот это ощущение неполноценности, соответственно, те интеллектуалы, которые если и вырастают и могут чего-то достичь, они будут ехать в ядро. Они будут постоянно обесточивать свою собственную землю, потому что они будут испытывать это ощущение неполноценности, что моя родина она какая-то ну совсем беда. Слушай, я буквально сегодня смотрел новости Евроньюз и они приехали. Греция, из Греции выезжают люди из деревень. Просто там старушка одна сидит, осталась вот в деревне. И человек говорит, я сейчас живу в Бруклине, я уехал там 15 лет назад. Деревни нет, здесь нет работы, нет зарплат, нет ничего. Если ты хочешь жить нормально, ты выезжаешь отсюда. Да, это выглядит как абсолютно единственная модель, которая и все работает на то, чтобы воображаемо так и казалось. Ты будешь дурак, если не, ну понятно, да? Не уедешь, да. Да, если же, если же какое-либо из этих государств таких полуфеодальных идет в сторону все-таки построения экономических свобод и создания демократии, оно еще больше ослабевает, разумеется. Ну, по понятной причине. Вот, это был шок. А, тут у меня цитата Ханна Аренд про это есть. Значит, независимо от своих преимуществ и недостатков, это описание принципиально не марксистское. Оно противоречило самим основам марксистской и гегелевской диалектики. Вот тут я, честно говоря, алло, стоп. Утверждавший, что любой тезис непременно порождает свой антитезис. Опять. Да вы, блин, ребята, ну Ханна Аренд, ты же умная. Буржуазное общество порождает пролетариат. И тут я, как бы, говорю, где противоречие гегелевской диалектики? Если капитализм делится на себя и не себя. Это все правильно. Капитализм будет содержать в себе не себя, но благодаря своей такой перверсивной логике это не себя будет только лишь подкреплять его и только усиливать его. Мне кажется, гегелевская диалектика здесь как раз налицо. Ну, тем не менее, хорошо, не будем, в общем, понятно. Слушай, а Ханна Аренд, это которая как раз вот про вину и про... Про вину? Ну, в нацистской Германии, когда война закончилась, написала. Банальность зла. Банальность зла вот эта вот история, когда Эйхмана судили, который придумал, собственно, окончательное решение еврейского вопроса и начал его внедрять, да? Когда его израильские спецслужбы похитили и судили в Израиле, она посмотрела на него в суде и написала книгу банальность зла. Он говорит, он даже не понимает, что не так. Он пишет, а что? Мне поставили задачу, а я чиновник, мне надо решить. Ну, то есть, она говорит, зло, оно, она как, ну, след за Гоголем идет, да? Зло, оно не классное, не романтическое, оно не интересное, оно тупое. Бюрократическое. Бюрократическое. Ну, да, в этом смысле, ну, вот. У каждого своя задача. То есть, оно такое серое, унылое, ну, в общем, не, это не про экстаз какой-то, да? Не про борьбу. Это про согласие с тем, что есть и так уже. Угу. И, может быть, ну, я думаю, кто-то из зрителей уже понял, о чем речь, может быть, ты вот понял этот центр и периферия, то есть, это концепция Люксембург порождает определенную, определенное течение в мире науки. Оно называется, ты еще не понял, как это называется? В науке? Нет, нет, нет. Мир системный анализ. А. Это из этой книги пошел. Самый яркий представитель Эммануил Валенстайн. Самый, ну, как позиционирует, как самый главный ученик, которого мой земляк Георгий Дерлугьян. Мир системный анализ, ну, вот я слышал, у тебя, ты говорил, но он не так, чтобы на слуху сильно. Да? Нужно посмотреть каких-нибудь ютубовских там марксистов. Ух, они, ух, они гневаются на мир системный анализ. Сидящий и очень ненавидимый мною в силу его иноагентства, этот, как его, господи? Кагарлицкий, наверное. Да, Кагарлицкий, он же такой последовательный этот самый, последовательный последователь мир системного анализа именно Валерстайна. Вот. Вот. Значит, что? Дерлугьяна, не знаю, если признанный агентом, то я не горжусь тем, что я краснодарец. Я осуждаю этого человека. Продолжим, у нас не очень много времени. Я уже, а мне так нравится. Ну, ладно. То есть, хорошо, хорошо, Валерстайн. Возьмем только Валерстайн. На самом деле, мир системщики разный, но так как Валерстайн является самым таким ярким представителем и, как мне кажется, он наиболее последовательный представитель, блин, последовательный последователь, да что ж такое, именно Роза Люксембург, то я продолжу вот именно по его концепции. Он говорит, вот вообще человеческая ойкумена делится на мини-системы и мир-системы. Вот это понятно. Мини-системы какие-то там, да, ну, что-то вроде, правда, Дирлугян немножко по-другому, но тем не менее, насколько я понял Валерстайна, вот некое экономическое единство Карфаген, Сибирь и Великобритания, она еще тогда так не называлась, разумеется, ну, остров, вот тот, остров Англия, да, в древнее время это была единая система, но это не мир-система, все-таки, насколько я понял, это мини-система, потому что она с другими системами, ну, как некое, нечто особенное такое она выступает, хотя Дирлугян говорит, это первый капитализм, ну, блин, я так в это не верю, ну, да, они тащили лиственницу из Сибири, а из Британии олова, и на Урале обнаружилась бронза из Азии, вот они это перевозили, но мне кажется, все-таки по Валерстайну это мини-система, но здесь я не буду как бы сильно настаивать, мало ли, может, я не совсем понимаю, но Египет это мини-система вроде как, Египет до Рима, до Рима, да, потом, когда он стал кормить всех вообще пшеницей, все, это уже другая система, короче, мини-системы и мир-системы, это мы еще понимаем, да, дальше, мир-система делится на мир империи и мир экономики, все, вот здесь разница, Древний Рим, Древняя Византия, Российская империя, это не про капитализм, Британия, Византия, Голландия, США, это мир экономика, это не империя, есть разные цивилизационные подходы, некоторые называют США, например, империей, тем более Британию, да, империей, он, Герлогин, Валерстайн говорит, нет, это вообще на другой основе, это мир экономика, вся основа ее абсолютно другая, и вот мир экономика делится на ядро, я уже сказал, где все на самом деле грызутся за звание царя горы, и на периферию, а есть еще кое-что, периферия делится на саму себя и полупериферия, и угадай, что такое полупериферия? Ну это связующее что-то звено? Нет? Это то звено, которое не считает себя звеном и считает, что это вообще другое, а на самом деле это связующее звено. Между... Между... Между и ведром. Да, 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 да. Знаешь, что это такое? Не понял еще? А, нет. Это социалистические страны. Не, я бы в жизни не догадался. То есть СССР, Куба и так далее это просто полупериферия мир экономики. Почему? Потому что она участвует именно в этом процессе. А, но не являясь периферией, не называя себя... Да, совершенно верно. Но при этом принимая участие в мировой экономике. И вот здесь интересно. Это очень похоже на средний класс. Особенно его классно описал Оруэлл, который выходил из британского среднего класса, из так называемых джентри. Когда они появились? В 16 веке, когда... Георгий Диалугьян. Когда Генрих VIII... У меня же язык заполирается. И ум. Генрих VIII сделал вот это огораживание и овца съела людей. То есть он превратил Британию очень резко вдруг в капиталистическую державу. Овца это выгодно. Мне не важно в какой там традиции вы все жили и собираетесь дальше существовать. Овца это выгодно. Все, до свидания. Треть страны полегла на плахе. Потому что она не понимала, почему мы должны переобуваться. И чтобы дальше бунты не происходили, они придумывают искусственную прослойку. Средний класс или джентри. То есть это вчерашние бедняки, ну как бедняки, крестьяне, ремесленники, которые вдруг начинают зарабатывать много. Презирая вчерашних себя, то есть своих собратьев, притаптывая их, создавая стеклянный потолок и для себя имея стеклянный потолок в виде обещания завтра вы станете аристократии. Никогда завтра. Это завтра будет никогда, не придет никогда. Соответственно, они, это уже Орвел описывает, их жизнь превращается в сущий ад. Во-первых, их ненавидят и презирают все. Но бедняки хотели бы быть такими. Но бедняки из-за них не видят, как живет аристократия. Они даже представить себе не могут. Потому что видеть человека сегодня, у которого есть там что, какая машина, черт его знает, американцы, GMC, это я могу представить. А что его собаку перевезти на другой остров, на остров, стоит дороже, чем все рабочие его завода. Я даже представить себе это не могу. Как он жив? И я отдаю своих детей на иностранные языки, на теннис, на конный спорт. Я, если я английский, например, всякие клубы посещаю и вываливаю из этого огромные средства в тот момент, когда для элиты это просто не ощущается, эти средства. Почему? Потому что у элиты есть состояние. У среднего класса состояние быть не может. Средний класс зарабатывает. У него есть заработок. Сколько ты получаешь хорошо, пусть не в месяц, в год. Для элиты этот вопрос просто некорректен. у него состояние есть, на которой он живет. А средний класс изо всех сил пыжится, чтобы создать впечатление, что он также живет. И это Оруэлл, я еще раз повторю. И он раз в месяц испытывает сущий ад, а вдруг не хватит денег. Это позор. Мой ребенок из этой элитной школы, ну и так далее. Понятно, да? То есть, вот так живут джентри. И мне кажется, здесь параллель с соцстранами что-то имеет знакомое. Общее. То есть, мы не те. Мы вообще вышли из этой системы. Мы абсолютно по-другому живем. А где вы по-другому живете? Давайте разберем на пальцах. У вас теперь госкапитализм. Окей. И? А чем это отличается от другого капитализма? То, что у вас монополия, у государства монополия на все. Окей. и это неприятно, я думаю, будет слышать всяким олдовым марксистам. Но вот, короче, хорошо, такова концепция. Такова концепция Валерстайна. Дальше просто идем. Так. Думаю, про что говорить, про что не говорить. Короче говоря, средний класс. Его существование крайне незавидно, в принципе. Да, для всех. И для него так же. Он терпеть не может себя, он все время хочет себя преодолеть, он постоянно хочет развиваться во что-то, он все время думает, что вот завтра, 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 сейчас я годик потерплю в этом режиме и выйду на пассивный доход. Нет. Ну, как бы, нет. И он в силу своего, на самом деле, рабского состояния постоянно сливает деньги. То есть, он все время ищет, какие есть еще новые предложения, куда слить бабло. потому что капитал от него принципиально отчужден. Он не может быть капиталистом, он не является им. от него власть отчуждена, как от нормального раба. И он так и продолжает в этом жить. То есть, он... И страдает. Конечно. Его жизнь это полнейшее страдание. Даже я вот не помню, кто это сказал, так здорово было, что в Британии той же самой элитам можно все и самым маргинальным низам можно все, а средний класс страдает в заперти нельзя. Нельзя так себя вести, вот так нельзя себя вести и так далее. Так. Ну ладно. Короче, сплошная демонстрация и мучения. Так, 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 да. И последнее. И последнее. Получается, что... Я уже все, могу закрыть этот файл. Получается, что и сам капитализм также в силу вот этого постоянного деления на двое тоже делится на двое. На что он делится? На субстанцию и функцию. У капитализма есть субстанция, капитализма. Что делает капитализм капитализмом? Ну, например, то, что имеет отношение к собственности. Раньше, раньше субстанция капитализма было производство, сейчас уже мы понимаем, что нет. Да, это, это собственность. Активы собственности. И на функцию капитализма. И функция капитализма. Дело в том, что капитализм, в принципе, не может производить ничего нового. он только берет и, условно, воспроизводит или перепродает. Нового он ничего не создает. Как это так? Как так? А вот даже книжка есть, книжка есть, великолепная книжка, если я не ошибаюсь, с 2005 года два шведа с непроизносимыми именами написали «Бизнес-телефанг». Они говорят, хочешь создать новый продукт, возьми два уже имеющихся успешных продукта, соедини их в один и продавай. У тебя сразу пойдет. То есть, в этом смысле капитализм всегда заимствует. Герберт Маркуза придумает, капитализм берет это и бросает в оборот. Он так функционирует. Ну, подожди. Взять два новых, два старых и соединить, это же уже новое. В этом смысле, да. Вот таким образом. Ну, в этом смысле как бы новая форма. Но, как бы... Не модерн, но постмодерн. Ну, если это капиталистическая штука, как бы, ну, может быть. Я не уверен, что это все-таки капиталистическая штука. Капиталистическая штука? Философия к ней довольно давно шла. Ну, пускай так. Мета-модерн, да? Мета-модерн. Пост-пост-пост-пост-пост-пост-пост-пост-модерн. Пост-мета-модерн. Пост-современность. Пост-модерновая современность. Ну, то есть, все равно будет какие-то старые, как бы, старые песни о главном, короче говоря. И что делает капитализм? Функции свои он не изобретает, которые поддерживают его, вот, функционирование. Он просто берет уже имеющееся. Например, Игнасий Лаёва придумал орден иезуитов. Капитализм создает капиталистические спецслужбы. Нынешние спецслужбы абсолютно, это в капиталистическое время они родились. На основе ордена иезуитов, на основе этой структуры. Подожди, это разве не стражи платоновские? Нет. Да, в чем-то да, во многом. Но функционируют они как функция капитализма. Я еще раз повторю. Есть бюрократия, офисная культура, современная форма спецслужб, технология слежки. Вот Шошана Зубов отношу, кто интересуется. Надзорный капитализм. Беликолепная книга, где приводятся совершенно чудовищные данные о гугле и так далее. Офисная культура, тренинговая сфера, виды психотерапии, регламент образа мыслей, кредитная система, эзотерические течения. Все это проделалось не в капитализме, но это становится функцией капитализма. То есть, эта функция может быть и в ядре капитализма, и на периферии. И к чему я вел-то? Я к чему вел-то? И университетская система, где университет, культура университета вырабатывает такую вещь, как позитивизм, которая является функцией капитализма. Не являясь субстанцией капиталистической. Я вот к чему это все вел-то. Печально как-то становится. Ну, не до столового этого. И Маркузе, и даже... Дальше, конечно, всякие теоретики, особенно позитивно, в смысле оптимистически заряженные, начинают рассказывать, что вот, значит, в странах третьего мира на периферии начнется революция, и Маркс был неправ. Ну, I don't think so. Я думаю, все иначе работает. Но это другая уже история, да? То есть они пытаются систему Ольверстайна взять, чтобы как бы, ааа, значит, мы начнем с Анголы. Ну, нет. Ольверстайн четко показывает. Соцстраны – это полупериферия. А это тоже... Это все работает на то, чтобы колеса вращались. Слушай, ну, соцстран-то сейчас уже нет. Да, да, да. Это тоже. Не, ну, есть там что-то, да, которое уже обрабатывается. Куба, да, она уже пошла... Ее взяли в оборот, например. Ну, Северная Корея еще остается. Очень странная соцстрана. Очень странная. Это соцстрана. Ну, как они претендуют, что да. Ну, они там в своем корейском мифе застаряли тоже. Там очень здорово. Они вообще не по Марксу. Ну, то есть, абсолютно. По Марксу и так, как бы, как будто бы невозможно, да, впечатление. Ну, и они там. У Китай есть, который претендует на то, что да, у них не госкапитализм, а у них социализм. Ну, претендует. У них капитализм, кажется. Ну, как будто бы госкапитализм просто. Госкапитализм. То есть, государство является единственным капиталистом. И получается, что вся страна является одним гигантским сверхпредприятием, где есть разные цеха, которые перемещают полуфабрикат. Ну, то есть, тяжелое производство обеспечивает легкую промышленность. И оно все обращается. Это же вот как раз, да, вращение. И вот эти центростримительные, центробежные силы, они стягивают все к ядру. Ну, все из периферии тянется к ядру. Центробежные силы получаются неким моментом ядра. Кажется, что это центробежная, а на самом деле оно работает на ядро, которое там. Да, и все идет к ядру, а что остается периферием в этом плане? Такое вечное... Периферием не остается, согласно этой теории. В итоге, вот знаешь, то же самое есть страны, которые, вот если по моей аналогии со средним классом, среднему классу же никогда ничего не остается. Кажется, не, ну, средний класс-то живет. Пускай мучительно, но живет. Еще у них домики есть, у них даже у тех, кто там уже как бы переходит, да, там они могут по 5 миллионов в месяц даже зарабатывать. Да, такой солидный средний класс. В итоге они остаются выжаты, как тряпка. Время от времени создаются ситуации, где они полностью лишаются всего, что заработали. Так устроена система. В этом смысле, я думаю, полупериферия точно так же в эту систему встроена. Время от времени они остаются полностью обескровленными. Из них просто выжимается все, что они на себе накопили, а потом заново. В итоге все дороги ведут в Рим. Ну, в смысле, все деньги текут в ядро. Ну, где происходит... Человеческий капитал. Да, да, да. Да, и человеческий капитал тоже туда течет. Наиболее активное, наиболее образованное. Давай туда стекайся, здесь тебя никто не ценит. Ну, и так далее. Да, здесь нет инфраструктуры. Она здесь не так налажена, а там налажена. Повторюсь. По Валерстайну так устроена мир экономика, которая сегодня претендует на то, что в мире может быть только этот момент. Но есть еще мир империя, которая сегодня заглохла. Как бы их устранить... Мир экономика, она невыгодная, поэтому их просто убили. Мир империи. А Россия сейчас... Сегодня мир экономика, конечно. Она периферия, ну или полуперевия. Ну, периферия мир экономики. Так, Повторстайну, да. Это, получается, периферическая держава. Ну, создание БРИКС, условно говоря. Попытка создать второй полюс. Да, попытка-то есть. И, конечно, она происходит. И сейчас что-нибудь ядро сделает. Слушай, ну, давай так. Если получается... Плохое пророчество сейчас будет. Неприятно. Если получается, что сама мир экономика так устроена, значит, эта попытка БРИКС в итоге приведет к тому, что там будет еще больше денег. Или... Не знаю что. Или мы их всех обыграем, скотов. И как покажем, Кузькину мать. Сейчас достану тапок и начну стучать здесь. То есть... Или мы создадим тогда какой-то мир... А, ну, видимо, да, мы и собираемся. То есть... А, ну вот. Вот я и понял. Получается, БРИКС это попытка переместить ядро. Переместить ядро. И с западного стопа. Не создать второе ядро. Не-не-не, тут это так не сработает. Надо будет переместить ядро. Не можешь создать второе ядро. Второе ядро всегда будет второе, оно будет работать на первое. Есть, конечно, желание, чтобы постепенно оно стало первым ядром. А то те дураки со своими сомнительными ценностями заглохли. Но, видимо, здесь можно... Вот если работать в парадигме только лишь мир экономики, это ядро можно просто переместить каким-то насильственным путем. Если работать в парадигме мир экономики, есть еще парадигма... Есть еще парадигма... Да, то есть переместить ядро и стать центром. Есть еще парадигма мир империи. И вообще другая парадигма. ну а мир империи он о чем говорит там экономика тоже воздействует да она задействована но она является номером 2 она не руководит да и сегодня для нас совершенно нормально что политика это прежде политика экономиста я совершенно нормально время было не так на секундочку экономика это сильный очень рычаг давления в текущей ситуации но получается рычаг рычаг но не является ли этот рычаг господином который заставляет на себя работать который поменял акценты тут еще кое-что я хочу на еще мы же живем тоже в заперти своего воображения и нам же кажется ну где этот древний рим он уже давно сдох там да абсолютно другой мир тогда посчитаем кое-что жило 20 веков а нынешняя система очень новая то нам кажется что деды при ней жили да нет она очень свежая и немножко рим то по сути это византия 15 век 15 век он закончился в 15 веке это было недавно 20 веков они продержались ни одна держа востока не продержалась можно сказать персия до сих пор жива но это же все другое этот не это не то все это не то то есть мир империя она более получается жизнеспособным на эту тему я готов и поразмышлять в следующий раз потому у нас вообще три минуты осталось поскольку есть еще лакан со своими структурами речи то есть структурами дискурса которые вообще тут заявляет о том что господин никуда не умер он просто скоро с помощью психоанализа возродится он это показывает структурами я не буду именно в нашем на нашем курсе формулами щеголять форм там есть математические формулы где все показано и узлы лакана формула перекрута там так далее то есть четыре формулы дискурса бастардный капиталистический дискурс который не просто так и намечающийся еще один бастардный дискурс который тоже тут типа уже функционирует и что все это ведет к что все это просто исторические моменты когда господину просто надо переродиться силу того что господин работает всегда в смерти он и должен был умереть он должен перерождаться это вообще идея такая феникса и скоро вернется ну и там дальше да там всякие есть и же как агамбин который тоже самое говорит что который идет совсем с другой стороны он по следам фуко и нитше идет скорее философским который рассказывает что современная западная модель это модель обслуживания вот-вот вернувшегося который скоро вернется господины они его ожидают и везде это во всем это ощущается что это просто менеджеры господины они себя таковыми считают и никто ничем не обманывается и это все очень временная модель ну вот ну что надо завершать на сегодня слушай еще по по новой искренности я тебе помочь есть какие-то культурные примеры которые но в профиль но уэс андерсон фильм уэса андерсона потрясающе красивые тоже вот с новой такой эстетикой прямо по следам марку за вот они про новую искренность считается что вот вот она это пример новой искренности ну ладно хорошо а новый гранд отель будапешт это пример новой искренности ну да вот эти вот гранд отель гранд будапешт как там семейка тонн баум бесподобный мистер фокс остров собак что там еще путешественники на поезд на даже дар 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 желин дрожили все я забыл как он называется индийское слово и так далее тоже забыл могу вспомнить короче говоря изучаем психотерапию и учимся на тренингах как надо правильно разговаривать то есть я говорю тебе что-то вроде мне это очень откликается я бы хотел тебя поддержать а ты говоришь мне так тепло от твоих слов новая искренность сейчас вот есть у меня сейчас нет ресурса с тобой разговаривать я не в ресурсе да я не в ресурсе поэтому я сейчас того не буду говорить а вот я вижу я я отчетливо вижу что ты меня не слышишь сейчас но мне очень откликается то что ты говоришь я бы хотел тебя поддержать но ну и когда набор короче не неважно, тасуй как хочешь, все равно получается какая-то фраза. Я вижу, что тебе нужна поддержка, но я не могу с тебя сейчас сбежать, потому что я не в ресурсе. Поэтому извини. К сожалению, меня сейчас триггернуло. Вот так, да. Плюс-минус так. Ну, у Уэса Андерсона все-таки они более по-человечески там разговаривают, но тем не менее вот про это. Неожиданно, я уж не знаю, что ли. Это икона. Как это? Королевство новой луны и так далее. Это икона вот этого. Королевство новой луны, я вспомнил. Это очень красивые фильмы, они классные. Давай так, я обожаю его. Это классно все. Но теперь это делают иконой вот этой метамодернистской новой искренности. Вот так общаетесь. Не так, как раньше, а вот так вот, как в фильмах. Видите? Да, видим. Ну все, выучили, выучили. Ну все, поехали. Спасибо. Они могут все, что угодно хорошее превратить в это. На этом и завершим. До сегодня. Все.